МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лондон, сентябрь, 11 часов вечера. Великая Британская империя готовится отойти ко сну, а в квартире по адресу Мерсфилд-Гарденс-20, в самом центре столицы, пишется величайшая страница в истории. Ровно в три часа утра великий ученый был мертв. Так Сигизмунд Шлома Фройд, более известный как Зигмунд Фрейд, завершил свой последний эксперимент. После смерти профессор оставил шестерых детей, 17 внуков, 40 фундаментальных научных работ и 4 тысячи писем. Полторы тысячи из них Фрейд завещал опубликовать почему-то только после 2000 года. Интересно, что они засекречены и не опубликованы до сих пор. Думаю, что для семьи это будет сенсация. Принято считать, что самый знаменитый психиатр в истории человечества совершил два фундаментальных открытия. Раскрыл великую тайну человеческого сна. Если вам приснились персики, то это символ женской груди. И первым в истории подобрал универсальный ключ к подсознанию любого человека. Это блистательно, это гениально, это потрясающе. Но мало кто знает, что было и третье, самое главное открытие доктора Фрейда. По этой технологии ежедневно, ежеминутно, ежесекундно нам в голову что-то вставлять. Впервые на телевидении. Почему полный архив Зигмунда Фрейда не опубликован до сих пор? Они специально скрыты его дочерью Анной Фрейд. Эксклюзивное интервью правнучек великого ученого. У него существовала вторая, тайная жизнь. Почему даже прямые наследники не имеют доступа к засекреченному архиву профессора? Самые важные письма хранятся в библиотеке Конгресса США. Почему именно он первым в Европе начал испытывать на пациентах наркотики? Даже жену свою любимую посадил на кокаин. Почему Рузвельт, Сталин и Муссолини предлагали Гитлеру миллионы золотом за голову Фрейда? Сознательно изобретал оружие массового поражения. Великая тайна сновидений. Фрейд называл сновидение королевской дорогой бессознательной. Все секреты подсознания человека. Люди, которые много говорят о сексе, как правило, мало им занимаются. И подлинники уникальных документов, которые искали все, а найти удалось только нашей съемочной группе. Это письмо не должно быть открыто до 2025 года. Сенсационное заявление хранителя архива Фрейда. Мы тщательно контролируем раскрытие архива Фрейда. О подлинной роли великого психиатра в истории человечества. Он сказал, раздевайтесь и совокупляйтесь все подряд. Доктор Фрейд против Господа Бога. Код абсолютной свободы. Первая серия. Код абсолютной свободы. Первая серия. Оговорочка по Фрейду. Кто из вас хотя бы один раз не произносил эту фразу? Вы уверены, что точно знаете, что имеется в виду? Оговорочка по Фрейду. Ну что-то знакомое. Это значит, что из вашего подсознания вывылилось то, что вы не хотели говорить? Оговорка эта более приближена к нашей сущности. Это значит, что человек говорит то, что скрывает? Это психолог, который мужское либидо открыл. Зигнал Фрейда открыл секс. Студенты факультетов психологии по всему миру называют его ласковая дедушка Фрейд. Его метод считается классикой. Банальный, азбучный и очевидный. У Фрейда есть сторонники. Человек очень смелый, очень мужественный. Он шел вперед, невзирая ни на что. Есть противники. Чтобы вам не приснилось, все это имеет политическую формула. Я думаю, что это больное воображение Фрейда. Но самое поразительное, что правду о дедушке Фрейде, похоже, не знают ни сторонники, ни противники его теорий. Не секрет, что официальная биография Зигмунда Фрейда фальсифицирована. Правда об этом человеке и о его истинной роли в истории начинает открываться только сейчас. Сегодня мы понимаем, что он страдал биполярным расстройством. Когда маниакальное состояние и депрессивное состояние в середине. Фрейд был на редкость странным человеком. Например, он всю жизнь боялся числа 62. Никогда не жил в апартаментах с таким номером. Избегал машин, в номере которых были шестерка и двойка. 6 февраля никогда не выходил из дома. Почти все свои труды написал в состоянии кокаинового опьянения. Умер не от старости, как принято считать, а попросил своего личного врача, друга и психоаналитика Макса Шура сделать ему смертельную инъекцию, став первым в истории объектом эвтаназии. Да и психоанализ как таковой создал, как теперь выясняется, не Фрейд. Практически ничего из того, что есть у Фрейда, он не придумал сам. Он просто это сложил вместе, что на самом деле в науке тоже считается очень крупным достижением. Но именно Фрейду, человеку со странностями и с бедной семьи, не придумавшему, как теперь выясняется, ничего особенно нового, оказывали удивительные почести сильные мира сего. Когда родину ученого Австрию фашисты присоединили к Третьему рейху, Зигмунд Фрейд оказался единственным из австрийских евреев, кто вышел из-за стенков гестапо целым и невредимым. Согласно последним данным, Рузвельт, Муссолини, Гиммлер и даже Сталин тайно предлагали Гитлеру баснословные суммы с золотом за голову живого и невредимого Фрейда. Совершить сделку века удалось принцессе греческой и датской, внучатой племянницы Наполеона Марии Бонапарт. Только после продажи одного из дворцов своего великого деда Марии удалось собрать сумму, которая устроила Гитлера, и переправить Фрейда сначала в Париж, а потом в Лондон. По прибытии во французскую столицу профессору постелили красную ковровую дорожку, по которой ходил сам Наполеон. Единственный в истории человечества ученый, который удостоился такого внимания со стороны первых лиц планеты. В чем секрет? Если рассматривать этот проект с точки зрения бизнеса, действительно, проект Фрейда был очень успешным. Это бренд, который пережил многие бренды. Это экономика, на которой кормятся десятки тысяч людей. И это система, которая позволяет достигать мощных политических, экономических результатов. После кончины Фрейда осталось более тысячи писем, адресованных сестре жены Минни, с которой профессор втайне от супруги состоял в любовной связи. В соответствии с завещанием Фрейда, наследники имели полное право опубликовать эти письма в 2000 году. Но это почему-то не сделано до сих пор. Несмотря на баснословные гонорары, которые обещают наследникам издательства всего мира. Что же в них такого? Долгое время считалось, что правнуки Фрейда стесняются любовных утех, смачно описанных дедушкой. Но ведь запретные письма написаны ориентировочно в период между 1936-38 годами. Это были последние письма. Фрейд написал их незадолго до смерти, в возрасте старше 80 лет. Умирающий от рака старик вряд ли описывал свою сексуальную жизнь. Возможно, он написал исповедь о том, что именно он сделал и по чьей просьбе. Открытием этих песен рухнет очень много вещей, информации, внедренной в сознание современного человека. Сумочка – это символ женского начала. Так утверждал доктор Фрейд. По форме и цвету сумочки можно сказать очень многое о ее хозяйке. Также, кстати, о мужчине говорит его машина. Мужчины там, предположим, им нравятся там большие машины, большие там, так скажем, стремления, ну, как бы все это все знают, да, один из самых больших комплексов мужчины – это как бы недостаточные размеры. По Фрейду, маленькая изящная сумка говорит о повышенной самооценке ее обладательницы. Если верить доктору, любительницы таких сумочек очень осторожны в выборе своих партнеров. Женщины, предпочитающие большие и объемные сумки, наоборот, всегда готовы к любовным приключениям. Доктор Фрейд советовал мужчинам обратить внимание на поведение девушки во время разговора. Если она держит сумочку в руках, теребит ее, непроизвольно открывает и закрывает, вы ей явно нравитесь, и она не прочь продолжить с вами вечер. Если мы говорим о большом объеме сумки, то это потребность вот обозначить себя как нечто крупное, большое, да, что я как женщина, меня много. Женщина, предположим, которая предпочитает маленькую сумочку, это женщина, которая делает акцент на детали. В теории доктора Фрейда все окружающие нас вещи соотносятся с женским или мужским началом. Так предметы, имеющие вытянутую форму, например, зонтик, ручка, нож, сигарета, являются мужскими символами. Исходя из этой аналогии, Фрейд делает вывод. Все курильщики – любители определенного рода удовольствий. Этот диагноз касается и тех, кто страдает другой вредной привычкой – грызет ручку. А вот еще одна примета по Фрейду. Женщины, будьте внимательны. Если мужчина во время разговора с вами кладет карандаш или ручку в карман, он готов к решительным действиям. Если же он носит с собой не одну, а несколько ручек, значит, он и любовниц меняет, как перчатки. Современному человеку доктор Фрейд и его теории во многом кажутся смешными. Но задумывались ли вы когда-нибудь, почему именно Зигмунд Фрейд признан величайшим психиатром за всю историю человечества? Почему его называют человеком, полностью изменившим курс истории 20 века? И почему последователи Фрейда во всем мире называют его великим освободителем? Миллионы людей боготворят профессора и считают, что он даровал человечеству полную свободу. Но от чего именно освободил нас доктор Фрейд? Он показал конкретно механизмы работы бессознательного. Что это такое? Вот в этом его величие и гениальность. Это уникальное письмо, написанное рукой Фрейда в 1935 году на имя некой пациентки, которая жалуется на странности в поведении сына. Дорогая мисс, насколько я понял из вашего письма, ваш сын – гомосексуал. Нечего стыдиться. Это не порог, не деградация, не болезнь. В Европе 30-х на фоне поднимающегося фашизма это письмо должно было произвести эффект разорвавшейся бомбы. Дальше больше. Зигмунд Фрейд объявит нормой даже инцест и тягу к несовершеннолетним детям. Именно по поводу этих писем возмущался священный синод Ватикана со словами, что это еще хуже, чем богохульство Дарвина. В те времена заявления Фрейда выглядели скандальной и нелепой провокацией. Но только сначала. Можно сказать, что Фрейд создал свою религию. Вот то, что является фрейдизмом, это обозначение этой религии. Интересно, что именно в 2000 году, когда Фрейд велел опубликовать свои последние письма, Британия первый в мире признает понятие «однополый брак», а в знаменитом Оксфордском словаре появится соответствующая статья. В 2001-м в Голландии церковь зарегистрирует союз двух геев. Сегодня это разрешено уже в 15 странах. Считается, что все это произошло естественным путем. Но так ли это на самом деле? А это тоже мера планирования семьи по сокращению населения. Гомосексуализм и гомосексуалистов так рекламируют, потому что они не производят потомства. Фрейд в своих письмах назвал 2000-й год рубежом, после которого миру можно будет сказать правду о том, с кем и за что он боролся всю свою жизнь. Но чего именно добивался доктор Фрейд? По сути, Фрейд описывал только христианство. Он очень мало анализировал и критиковал другие религии, особенно иудаизм. По сути, Фрейд оставался критиком только одной религией. Зигмунд Фрейд родился в бедной многодетной семье. Его отец, разорившийся торговец тканями, долгое время оставался безработным. Фрейды и их восемь детей жили в беднейшем венском гетто. Зигмунд рос среди бедняков цыган и проституток. Шансов на то, чтобы выбиться в люди, у него, казалось бы, не было никаких. Кроме всевозможных гонений, связанных с национальностью, еще были связаны его потребности с тем, что у него не было денег. Семья влезла в огромные долги для того, чтобы Зигмунд смог закончить гимназию и поступить на медицинский. Вообще-то мальчик мечтал о карьере военного, но отец и думать об этом запретил. В институте его жестоко дразнили. Замкнутый, мрачный студент-троечник, изучавший половые органы речных угрей, девушки таких не любят. Позже Фрейд признавался, что оставался девственником до 25 лет. Правомерно ли рассматривать научное творчество Фрейда в контексте его личной жизни? Я считаю, что да. Хирургия и вообще медицина Фрейду быстро надоели. Он решил заняться психиатрией, открыл частный кабинет и попробовал лечить нервные расстройства при помощи модной тогда электротерапии. В основном это были пациенты, связанные с неврозами, с истерией. Других пациентов он не брал, потому что эффективность его методики и подхода, она была достаточно узконаправленной. Пару раз Фрейд ошибался с напряжением в сети, и электроды, прикрепленные на головах пациентов, спровоцировали ожоги. Начались жалобы, суды, полицейские. С кучей проблем, молодой беременной женой и без копейки в кармане, Фрейд уже начинал подумывать о самоубийстве. Но тут, в его жизни, произошел удивительный и совершенно не имеющий объяснения поворот. Смотрите далее. Самое главное открытие Зигмунда Фрейда. В принципе, можно закодировать на любое действие. Нужное правитель или человек. Почему оно засекречено до сих пор? Как сделать из вполне законопослушных немцев то, что с ним, собственно, и сделано. Что означают наши сны? Почему церковь боится их толковать? На эту область, на эту сферу активным образом действует дьявол. А Фрейду удалось сформулировать универсальный код сновидения. Используется подход, что сны обладают символизмом. Где хранится архив знаменитого ученого и почему его от нас скрывают? Только чудом часть материалов сохранилась. Доктор Фрейд против Господа Бога. Сразу после рекламы. Код абсолютной свободы. Первая серия. Не секрет, что многие мысли и скрытые желания вырываются у нас непроизвольно. Одно случайное слово или непроизвольный жест могут рассказать о человеке больше, чем он сам того хочет. Но как научиться читать мысли между строк и расшифровывать тайные знаки, которые сами того не подозревая, посылают нам наши близкие, друзья и просто коллеги по работе? Когда вы совершаете какое-то ошибочное действие, включая оговорку, это не случайно. Все имеет закономерность. В психике нет ничего случайного с точки зрения Фрейда. И важно понять смысл вот той оговорки. Теорию бессознательного доктор Фрейд проверял на своих пациентах. Он анализировал не только их сны и оговорки. Ученый обращал внимание на случайные жесты, стиль поведения, привычки и даже на манеру одеваться. Вот так выглядит знаменитая кушетка Фрейда. Он первым начал использовать ее на сеансах психоанализа. По совершенно банальным причинам. «Я не могу, когда меня рассматривают по 8 часов в день», писал Фрейд в своих письмах невесте Марти. «И в глаза пациентам тоже смотреть не могу». Решение было найдено. Фрейд накрыл кушетку персидскими коврами и шалями, раскидал подушки, и место для психоанализа было готово. Сам доктор всегда сидел в изголовье, внимательно слушая рассказы пациентов. Кушетка сейчас применима с одной лишь только целью, чтобы человека вводить в трансовое состояние, для того, чтобы человек учился контактировать со своим внутренним миром. Фрейд утверждал, психоанализ помогает человеку понять самого себя. Пациент может говорить все, что хочет, не контролируя свою речь. Это и есть метод свободных ассоциаций. Именно этот прием вот уже более ста лет используют все психоаналитики мира. «Проходите, пожалуйста». «Проходите, пожалуйста». «Вот здесь вы располагаетесь, садитесь, да?» «Спасибо». «И мы можем начать с вами десертировать». «Как будто вот спрут. Обивает все тело. А темнота сама, как туман, давит со всех сторон». Покажем на примере. Эту женщину сейчас будут лечить по методу Зигмунда Фрейда. Ирина Соколова панически боится темноты. Вечером опасается выходить на улицу, а ночью спит только с включенным светом. Доктор Дмитрий Селиванов работает по методике Фрейда. Кушетка, приглушенный свет и доверительная беседа. Сначала он предлагает женщине описать свой страх. «Мне кажется, какое чудовище. И много-много лап. Я знаю, даже не лапа, наверное, как...» «Ну что это? Щупальца?» «Именно щупальца, потому что она как прилипает, этот страх. Это как будто вот он... Причем эти щупальца очень длинные. Чтобы они не просто вот схватили, а вот они прям вот обвивают». Затем психоаналитик, работая по схеме Фрейда, пытается проникнуть в область бессознательного. Он просит пациентку рассказать о себе. Ирина живет одна. Сын уже взрослый. В гости иногда приезжает мама. Постепенно доктор подводит женщину к ее ранним воспоминаниям. «В детстве мама меня закрывала у чулана. Она только воспитывала. Она хотела, чтобы я росла сильная женщина. Но я тогда не плакала у чулана. Я наоборот, я не могла шевельнуться. И, может быть, от этого страха я переставала плакать». Зигмунд Фрейд первым пришел к выводу, что именно в раннем детстве закладывается фундамент всех наших комплексов и страхов. «Там можно вести речь о нарушенных отношениях в очень раннем детстве с ее матерью. Сейчас это невроз. Сейчас она находится в невротическом состоянии». Доктор Селиванов говорит, 80% его клиентов – это женщины, страдающие неврозом. В 1900 году на прием к доктору Фрейду тоже пытались попасть тысячи таких женщин. В конце 19 века в Англии слово «секс» было под запретом. Невероятно, но в аристократических домах к столу нельзя было подавать куриные ножки, так как они напоминали определенную часть тела. Ножки стола были прикрыты длинными оборками ткани в пол по той же самой причине, чтобы скрыть эти провоцирующие элементы. В то время смелые заявления Фрейда явно выходили за рамки тихой буржуазной жизни. Человек еще сто лет назад провозглашал, нет религии, все свободны, давайте будем влюбить всех подряд, мам, детей. Это просто, скажем так, вы так устроены, ребята, да, то, конечно, это вызывало полный шок. Несварение желудка, боль в спине, усталость, тревога, хронический стресс – эти симптомы известны каждому. Но мало кто знает, как можно избавиться от подобных недомоганий. Зигмунд Фрейд еще в 19 веке заявил о том, что в основе всех болезней лежат скрытые подавленные желания. По мнению доктора, именно сексуальная неудовлетворенность приводит к тому, что организм начинает вырабатывать отравляющие вещества. Как Фрейд говорил, мы должны дать пациенту, вытащив его сексуальную травму, дать пациенту подержать ее в руках. Он считал, что это уже залог исцеления. Ученый приложил максимум усилий к созданию стройной теории. Он действительно хотел понять природу человека, не менее сильно, чем добиться славы. Однако его идеи воспринимались в научном сообществе со смесью отвращения и ужаса. Фрейд утверждал, что каждый мужчина испытывает бессознательное влечение к своей матери. Он назвал это явление «Эдипов комплекс» и предположил, что в любом человеке живет еще более преступное желание – тяга к кровосмешению. Если человеком руководят такие вещи, как тот же «Эдипов комплекс», как проповедует Фрейд, ну, знаете, это уже, как говорится, хуже животного человека оказывается. Эти заявления прозвучали скандально и неприлично. Коллеги Фрейда отвернулись от него. Сам ученый чуть позже назовет этот период своей жизни профессиональной изоляцией. В марте 1896 года он пишет своему единственному близкому другу, берлинскому отоларингологу Вильгельму Флиссу. «Я борюсь с враждебностью и живу в такой изоляции, что можно было бы подумать, будто я открыл величайшую истину». В это время доктор выкуривал по 20 сигар в день. Фрейд знал, что у него самого развивается невроз. Именно тогда ученый решил проверить метод психоанализа на себе. В начале 20 века единственным пациентом Зигмунда Фрейда был сам Зигмунд Фрейд. Коллеги смеялись над ним. Клиенты, посетившие сеансы психоанализа, говорили, что доктор сошел с ума. Фрейд начинал, собственно говоря, в чем еще его голосами застыдывали. «Самоанализ, то, что он написал в других процессах, и будет перепроверено, и не лично. Голосами так вот. Это личная мужесть обнажиться и понять себя, свою сущность». Но произошло нечто необъяснимое. На прием к скандально известному доктору со странными идеями пожаловала кузина короля Австрии. Кто мог рекомендовать ей Фрейда? Зачем представительнице правящей династии понадобилась консультация психоаналитика, над идеями которого смеялась вся Вена? А главное, почему она решила представить его императору? Ведь уже через несколько дней доктор Фрейд оказался во дворце Франсуа Жозефа I. После этой короткой беседы жизнь доктора изменится раз и навсегда. 5 марта того же года по указу монарчьи особы Фрейд получает звание профессора. Среди его покровителей были очень могущественные люди. Это факт, это так. Вообще много, все, что связано с Фрейдом, с его архивом. Во-первых, есть четкое указание на фамилии, а есть все-таки инициалы и принцип анонимности. Ученый мир внезапно соглашается со смелой теорией. Теперь даже самые абсурдные идеи уже профессора Фрейда немедленно принимаются научным сообществом. Доктора приглашают читать лекции в лучшие университеты страны. Его книги начинают активно издаваться. На прием к психоаналитику выстраиваются очереди пациентов. Но почему коллеги, которые раньше едва здоровались с Фрейдом сквозь зубы, вдруг начали искать его дружбы? Может быть, они догадались, чьим покровительством теперь пользуются скандально известные врачи? Многие ученые, они делят всю психологию на две части. Одна часть – это дофрейдистская психология, дофрейдовская. И послефрейдовская. Понимаете? То есть Фрейд – это водораздел, рубеж во всем развитии психологии в целом. Фрейд одним из первых расшифровывает поведение человека. Если женщина любит бриллианты, значит, у нее много страхов, она не уверена в себе и мнительно. Если дама предпочитает яркие и экстравагантные наряды, ей есть что скрывать. Если человек по ночам постоянно перетягивает на себя одеяло, он опасается предательства со стороны супруга или партнера. Мужчина, который любит рассказывать анекдоты, сам боится стать объектом насмешек. Женщина, обожающая вышивать или вязать, пытается подавить в себе сексуальное влечение. Вязание – это сублимация, замещение удовольствия от полового акта. Конечно, отчасти туда идет энергия либидо, она идет в творчество. Удивительно, что о Фрейде исписаны горы биографической литературы. Но многие факты искажены или преувеличены. Как будто кто-то намеренно подчищал его биографию, выкидывая все лишнее. Не секрет, например, что психоанализ как таковой создан отнюдь не Фрейдом. Вообще говоря, психоанализ открыт или придуман не Фрейдом, а Бройером. Сегодня уже никто не знает имени настоящего отца психоанализа. Хотя в конце 18 века член-корреспондент Венской академии наук Йозеф Брейер гремел на всю австрийскую столицу. Правда, не как гениальный врач, а как большой оригинал и обладатель самой длинной бороды в Вене. Брейер был учителем Фрейда и практиковал гипноз. Он первым заговорил о фантастической эффективности психотерапии, описав невероятный клинический случай. Однажды Брейера попросили осмотреть парализованную пациентку. У нее был паралич правой руки, у нее была невозможность пить воду. И она говорила на втором или третьем известном ей языке, как бы забыв свой родной язык. Для того времени Брейер предложил поистине варварский метод лечения, который был больше похож на магический ритуал. Он запретил давать пациентке лекарства и приказал сиделке записывать все, что больная произносит в бреду. Фрейдс попросил Брейера помочь ему разобраться больше. Он увидел в истории динамики болезни этой пациентки, увидел много работы бессознательного. Удивительно, но после нескольких сеансов девушка выздоровела. Сейчас специалисты по древним культом легко узнают в этом методе один из ритуалов кабалы. Мистецизм кабалы связан с сознательным стремлением человека проникнуть в таинственный мир злых духов с целью познания его тайн. То есть это кабалистическая идея. У Фрейда это преломляется и называется это проникновение в бессознательное. То есть в мир бессознательной жизни. Это прозвучит невероятно, но факт остается фактом. Зигмунд Фрейд позаимствовал часть своей теории из древних мистических текстов. Давид Мац, главный учитель московского кабала-центра, подтверждает. И кабалисты, и психоаналитики ищут одно и то же. Тайные пружины, которые управляют судьбой человека. Есть связь между кабала и теорией Фрейда. Если мы понимаем основные принципы психоаналитика, мы сразу видим связь. Просто терминолога другая. Поразительно, но книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений» написана словно бы по материалам малоизвестного мистического манускрипта Сефер Яцира. Кабалисты считают, что в 16 веке до нашей эры его создал сам праотец Авраам. Эзотерический текст манускрипта странным образом напоминает о психоанализе. Кабала объясняет, что все, что мы видим во сне, это какой-то язык, как душа общает с физическим сознанием человека. Кабала объясняет, что сообщения по поводу будущего могут пройти во сне. По одной из версий, именно этот секрет психоанализа раскрывает Фрейд в письмах, которые написал в последний год жизни и завещал опубликовать не ранее 2000 года. Ни одно из них не опубликовано до сих пор. Смотрите сразу после рекламы. Что скрывает засекреченный архив первого психоаналитика планеты? Сенсационные признания правнучки Зигмунда Фрейда. В то время он осознал то, что мы сейчас только начинаем понимать. Великая тайна сновидений. Фрейд называл сновидение королевской дорогой к бессознатию. Все секреты подсознания человека. Люди, которые много говорят о сексе, как правило, мало им занимаются. Как на самом деле работает теория Фрейда? Если мы тот же самый крем вместо плоских баночек разольем в фаллические символы, тетки будут грести, лишь бы позолоченный был и посеребренный колпачок. Сразу после рекламы. Код абсолютной свободы. Первая серия. В предместе Лондона небольшой коттедж зеленой лужайки. Подобных участков в окрестностях сотни. На первый взгляд революционными идеями Фрейда здесь и не пахнет. Если бы не хозяйка дома и ее необычные скульпторы. Эта фигура символизирует человека, который держит луну. А вот это как раз штучка по Фрейду. На ветру она качается и звенит. Джейн Макадам Фрейд. Известный в Англии скульптор. Многие ее работы весьма эксцентричны. Сама Джейн, не стесняясь, говорит, что некоторые идеи она позаимствовала у своего знаменитого прадедушки. Это как нескончаемая беседа с самой собой. Это нужно мне, чтобы остановиться и посмотреть на себя со стороны. Я замедляю течение времени. Удерживаю время от стремительного бега. Это удивительная вещь. Видеть себя со стороны. Ее отца, художника Люсьена Фрейда, уже называют классиком современного искусства. Внук известного психоаналитика прославился на весь мир как мастер психологического портрета. Чаще всего Люсьен писал обнаженные натуры. Его самую известную картину «Спящая соцработница» в 2008 году купил российский олигарх Роман Абрамович за 33 миллиона долларов. Сама Джейн говорит, что прадедушка действительно оставил ей наследство. Возможно, сейчас мы узнаем тайну последних писем Зигмунда Фрейда. Чем старше я становлюсь, тем больше осознаю, что я несу ответственность. Ответственность за наследие предка. Я думаю, он до сих пор не понят полностью. В то время он осознал то, что мы сейчас только начинаем понимать. Джейн утверждает, она не знает, где хранятся таинственные письма Фрейда, адресованные Минни. От прадедушки ей достались лишь древние статуэтки, картины и вазы. Завещание основателя психоанализа, по мнению Джейн, надо искать на другом континенте, в Америке. Самые важные письма хранятся в библиотеке Конгресса США. Их содержание сенсационно. Эти письма – национальное достояние, совершенно неординарная вещь. Но догадывается ли сама Джейн о содержании загадочных писем? Почему последняя исповедь Фрейда до сих пор не опубликована, несмотря на то, что сам доктор завещал рассекретить ее еще в 2000 году? Я представляю, что он писал в письмах, догадываюсь. Однажды он признался кое в чем Карлу Юнгу. Позже Юнг говорил, что сказанное Фрейдом не просто будет понять и принять. Правнучка Фрейда Джейн уверена, ее прадед в конце жизни раскрыл все карты. Где же на самом деле хранится засекреченный архив доктора Фрейда? Идеи Фрейда взорвали сдержанную Европу и пуританскую в то время Америку. Теория абсолютной свободы оказалась куда более заманчивой, чем старые догматы христианской церкви. Лежать на кушетке психоаналитиков всем понравилось куда больше, чем стоять на исповеди у священника. Любовь не имеет границ. Этот лозунг подхватила элиты европейского общества. Поклонники профессора заявили, гениальный ученый создал новую религию. Исповедь, она в какой-то степени тоже похожа на диалог с психоаналитиком. Почему бы это не использовать? Человеку нужно высвобождать накопившиеся проблемы, используя разговор, общение. У научного сообщества фрейдистская символика вызвала недоумение. До Фрейда никто и подумать не мог, что почти все болезни вызваны подавлением сексуальных желаний. Ведь из этого следовал довольно примитивный вывод. Человек не должен сдерживать свои звериные инстинкты, какими бы странными они ни казались. Эмоциональные конфликты, они потом вырываются либо в инфаркты, в инсульты, или еще какие-то заболевания, которые сопровождают или являются проявлением невротических состояний. В среде простых обывателей стал чрезвычайно популярен занимательный психоанализ по Фрейду. Например, фрейдисты уверены, если женщина носит сразу несколько колец, то она склонна к гомосексуальным контактам. А когда мужчина при разговоре с дамой потирает перстень, он подсознательно намекает на готовность вступить в более близкие отношения. Поиск фаллических символов в окружающем интеллигенцию мире достиг таких масштабов, что даже сам Фрейд на одной из лекций сказал. Господа, иногда сигара – это просто сигара. Великое его высказание, что я хочу ходить по городу и наблюдать красоты города. И видеть в колоннах колонны, а не фаллические символы. Это ответ на вульгарное толкование. Существует жизнь, существуют отдельные симптомы в болезненных проявлениях, в клинических. А существует явление жизни, как красота. Именно в это время Фрейд купается в лучах славы. Наконец-то впервые в своей жизни у него нет отбоя от женщин. Как найти идеального спутника жизни? С этим вопросом сотни дам идут к Фрейду. Доктор на советы не скупится. Главное – повнимательнее присмотреться к будущему избраннику и тщательно проанализировать его привычки. Мужчина, который грызет ногти – страшный ревнивец. Так что о спокойной семейной жизни можно даже не мечтать. Если разбрасывает вещи, однозначно подкаблучник. А вот каков мужчина в постели, можно определить по длине носа. По Фрейду большой нос говорит о внушительном размере мужского достоинства. Первыми с критикой учения Фрейда выступили иерархи всех мировых религий. В том числе и близкой психоаналитику иудейской конфессии, в которой он воспитывался. Это неудивительно. Ведь Фрейд писал, что понятие «религия» у него значится в разделе «полная мура». У Фрейда, у него, естественно, никакой бог не подразумевается. То есть человек, если он испытывает какие-то проблемы, он должен покопаться в себе, выговориться или растолковать собственные сны. Фрейд приобрел невероятную популярность в Европе. Деньги теперь для него не вопрос. Он может себе позволить все. Его единственная кушетка и новая религия дают доход, о котором церковь может только мечтать. Фрейд называл бога иллюзией, любовь рефлексом. Да, можно сказать про Фрейда, что он является идеологом сексуальной революции. То, что было в Америке, на Западе. Многие идеи Фрейда воздвигали на свои знамена. И под этими знаменами занимались разнознанным сексом. Фрейд вряд ли догадывался, насколько он изменит этот мир. Сексуальность становится новым трендом. Юбки заметно укорачиваются. На смену пышным платьям приходят обтягивающие. И что уж точно невозможно было раньше представить, женщины переодеваются в мужскую одежду. Та же самая Коко Шанель, предложившая дамам носить брюки, была ярой поклонницей новой религии профессора Зигмунда Фрейда. Своим отрицанием женственности он заложил основы феминизма. Думаю, он сам не точно осознавал, что делает. Он был первым феминистом. Первым мужчиной-феминистом. Сейчас это относится в основном к женщинам. Неужели доктор Фрейд заботился лишь только о высвобождении человеческих умов из оков морали и религии, которые он считал средневековыми предрассудками? Новейшие исследования показывают, теория Фрейда была настолько точна и появилась настолько вовремя, что совершенно очевидно было кому-то очень выгодно. Но кто стоял за Фрейдом на самом деле? Смотрите сразу после рекламы. Кокаиновые эксперименты доктора Фрейда. Он хотел посмотреть, как будет протекать беременность жены под воздействием кокаина. Тайная встреча Фрейда и Гитлера. Почему они скрывали свое знакомство более 20 лет? Да, я был пациентом Фрейда. И главная цель, которую преследовал доктор Фрейд. Он хотел, чтобы его теория поседлала весь мир. Доктор Фрейд против Господа Бога. Сразу после рекламы. КОД АБСОЛЮТНОЙ СВОБОДЫ. Первая серия. Лишь недавно стал известен скандальный факт. Все свои выдающиеся открытия доктор Фрейд совершил под действием кокаина. Мало кто знает, что в конце 19 века этот наркотик начали применять в немецкой армии для поднятия боевого духа солдат. Ученый, который мучился от депрессии, решил испробовать кокаин на себе. Вскоре психолог уже страдал от наркотической зависимости. Но эксперименты с кокаином не бросил. Причем в качестве подопытных кроликов использовал друзей и родственников. Фрейд в течение 12 лет был наркоманом. Причем все самые известные произведения Фрейда, толкования сновидений и другие, они были написаны как раз в момент активного увлечения Фрейда кокаином. Психолог Олег Журавлев, проанализировав портрет Зигмунда Фрейда, утверждает, склонность ученого к наркомании в прямом смысле слова написана у него на лице. Мы видим, что рот немного перекошен. Это говорит о том, что функциональная асимметрия мозга здесь явно присутствует. То есть нестабильность состояния может указывать на то, что у человека могут быть разного рода зависимости, алкоголизма, наркомании. Фрейд считал кокаин панацеей и прописывал его всем своим пациентам, как средства от астмы, сифилиса, депрессии, импотенции и алкоголизма. На своей собственной жене испытывал кокаин. То есть он хотел посмотреть, как будет протекать беременность жены под воздействием кокаина. Интересно, что перед смертью Зигмунд Фрейд попросил родственников уничтожить его дневники, в которых описаны исследования кокаина. Психолог не хотел, чтобы все его открытия посчитали плодом воспаленного сознания кокаиниста. Начало нового тысячелетия стало для Фрейда началом новой жизни. В 1900 году выходит в свет его книга «Толкование сновидений». Это был эффект разорвавшейся бомбы. Консервативные европейцы не знали, что и думать. Расшифровывая сновидения, Фрейд активно использовал сексуальную символику. Например, если приснилось, что вы участвуете в военных действиях, значит, вы подсознательно не против интима в большой компании. Картины войны, которые вы наблюдаете со стороны, символизируют ваши потаенные фантазии. Видеть во сне магазин – это мечта о частой смене партнеров. Сновидение – это, с точки зрения Фрейда, окно к пониманию бессознательного. Вот бессознательного как раз как в ошибочных действиях проявляется, так и в сновидении. Там контроль и цензура меньше, сознание ослаблено, и сновидение может давать определенный материал. Если после публикации толкования сновидений в мире человеческих снов, казалось бы, не осталось тайн, то в биографии самого доктора, напротив, появилось много темных пятен и странных фактов. Убежденный кокаинист Фрейд неожиданно отказывается от наркотиков, алкоголя и даже курения. У не слишком удачливого психолога, многодетного отца, который до этого едва сводил концы с концами, неожиданно появляются деньги. Сомнений не остается. Судьбой Фрейда кто-то занялся всерьез. Кто-то достаточно могущественный, чтобы за пару лет превратить неизвестного ученого в светило мировой психиатрии. Но кому было выгодно, чтобы скандальные теории доктора распространились со скоростью лесного пожара? Человек, который живет по Фрейду, им легко управлять. И в этом смысле Фрейд был своего рода мощным оружием, идеологическим оружием, которое позволяло делать население более зависимым. Через систему психоанализа, через систему применения этих психоаналитических методик в рекламе и в политике. Еще один удивительный и совершенно необъяснимый факт из биографии Фрейда. После смерти знаменитого психоаналитика в его кабинете нашли картину. На первый взгляд, ничем не примечательная сентиментальная акварель. Но на обратной стороне обнаружилась скромная подпись. А. Гитлер. 1910 год. И еще одна надпись на итальянском языке. Медицинский кабинет Зигмунда Фрейда. Вена. Почему ученый не выбросил картину даже после того, как фашисты сожгли его работы, а сам он вынужден был бежать из Вены? Что на самом деле связывало Адольфа Гитлера и Зигмунда Фрейда? Это звучит невероятно, но есть все основания думать, что фюрер был пациентом доктора. Можно предположить, что да, Гитлер был пациентом Фрейда. Почему бы Гитлер не обратиться к Зигмунду Фрейду в поиске каких-то личных ответов на вопросы? С приходом к власти нацистов над Фрейдом как будто начали сгущаться тучи. Все его труды объявили вне закона, но самого доктора не тронули. Еврейского врача, которого в фашистской Германии считали извращенцем, почему-то пощадили. Простое совпадение или чей-то приказ? Избежать ареста как такового Фрейду не удалось. Психолога, его дочь и сестру возили на допрос в гестапо. Но удивительно. Доктора почти сразу отпустили и попросили подписать бумагу, что он не имеет никаких претензий к тайной полиции Рейха. Ученый выполняет просьбу, но оставляет в конце заявления дерзкую приписку. Претензий не имею, рекомендую всем. В фашистской Германии шутки с гестапо однозначно заканчивались в концлагере, но только не для Фрейда. Почему нацисты не посмели его тронуть? Фрейд владел очень широким спектром так называемой тайны врачебной и мог сдать какую-то информацию, если бы на него надавили. А также, учитывая еще тот факт, что он был очень больным человеком на тот момент, на него надавить было не так сложно. Фрейд понимал, это лишь временная передышка. Ему нужно срочно бежать из фашистской Австрии. На помощь доктору пришла принцесса греческая и датская Мария Бонапарт, которая передала Третьему Рейху свой последний замок в обмен на свободу учителя. Фрейд ощутил себя настоящим триумфатором, когда Мария Бонапарт привезла его в Париж. Доктора встретили с поистине королевскими почестями. Перед ученым расстелили красную дорожку, по которой в свое время шел сам Наполеон. Фрейд с трудом верит в реальность происходящего. Он едва сдерживает слезы. Неужели это он, нищий еврейский мальчишка из гетто, теперь шагает по красной дорожке императора Европы? Доктор еще не знает. Его счастью не суждено продлиться долго. Тот, кто стоял за спиной ученого все эти годы, вскоре предъявит ему страшный счет. Смотрите в следующей серии. Доктор Фрейд и его женщины. Почему никто не мог устоять? Некоторые пациентки, они признавались в том, что они начинают испытывать влечение. Кто открыл в СССР дом для сексуального воспитания детей? И зачем туда отдали сына Сталина? Это был первый опыт сексовоспитания малолетних детей. От годика до семи лет. Что скрыто в письмах Фрейда? И сколько людей уже поплатились жизнью за попытку их отыскать? Ужас захватывал их и толкал на самоубийство. Кто на самом деле стоял за спиной самого скандального ученого 20 века? Власть советская, она пользовалась методиками этого психоанализа и воздействия на человека, на личности, на общество. Доктор Фрейд против Господа Бога. Смотрите прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это уникальный документ. Древний свиток, который нашли археологи в гробнице Дейл-Эль-Медини, недалеко от Луксора. Папирус датируется 13 веком до нашей эры и относится к эпохе правления фараона Тутанхамона. Расшифровав свиток, исследователи сделали сенсационное заявление. Это один из самых первых сонников на Земле. По одной из версий, автором этого сонника был древнеегипетский жрец Кенхерхепешеф. При дворе Тутанхамона его считали черным магом и колдуном. Но юный фараон был благосклонен к жрецу. Ведь тот умел мастерски толковать сновидения. Они использовались жрецами для связи с космосом. То есть, вот, связь с космосом, а также связь с потусторонним, с загробным миром. Египтяне верили, что сны – это послание богов. Людей, умеющих расшифровывать сновидения, в древнем Египте называли мастерами тайных вещей или песцами двойного дома. Невероятно, но египетские мудрецы уже 3000 лет назад понимали, как объяснить сигналы, которые посылает нам подсознание. Вот несколько примеров толкований снов по-египетски. Стрелять в цель – к переменам. Увидеть себя мертвым – значит долго жить. А вот если во сне выпадают зубы, потеря близкого человека неминуема. Это знаменитая книга Зигмунда Фрейда «Толкование снов». В 1900 году она взорвала весь мир и до сих пор остается бестселлером. Считается, что доктор Фрейд первым раскрыл тайну бессознательного и дал научное объяснение тому, что мы видим в своих снах. Почему мы видим этот образ и отождествляем себя с этим образом? Почему нам снится именно это, а не что-то другое? Это психологическая гадалка такая. Попробуем сравнить сонник Кенхерхепешефа и толкование сновидений Фрейда. У древних египтян убить быка – значит расправиться с врагами. У австрийского доктора убить быка – избавиться от сексуальных конкурентов. Колодец. Для строителей пирамид он предвещал, что человека посадят в тюрьму. По Фрейду это признак замкнутости, закомплексованности в сексуальных отношениях и контактах с людьми. Египтяне считали, если приснится дождь, жди прибавления в семье. У Фрейда дождь – это символ семиизвержения и оплодотворения. Не слишком ли много совпадений для текстов, которые отделяют друг от друга более трех тысяч лет? Египтяне верили, что наши сны открывают дверь в мир богов, в обитель блаженных. Но кто помог доктору Фрейду найти ключ от этой двери в рай? Смотрите в уникальном документальном проекте «Доктор Фрейд против Господа Бога». Великий ученый или гениальный авантюрист? За что боготворят и ненавидят Зигмунда Фрейда? Женщин он нелюбим, глупые, необразованные, истеричные. Неизвестные открытия венского психиатра. Как управлять сознанием миллионов людей? Доктор Фрейд в последнее время занимался очень опасными исследованиями. Кому служил великий психолог? И за что большевики платили Фрейду баснословные гонорары? Мы с вами все являемся свидетелями идеологического, психологического кодирования. Наука соблазнения женщин от создателя психоанализа. Какие секреты Зигмунд Фрейд утаил от своих последователей? У Фрейда было множество романов в течение жизни. Что на самом деле содержится в неопубликованных письмах Зигмунда Фрейда? У него существовала вторая, тайная жизнь. И кто готов заплатить миллиарды, чтобы эти письма так и остались пылиться в архивах? Они специально скрыты его последователями. Доктор Фрейд против Господа Бога. Ключ от рая. Вторая серия. Доктор Фрейд против Господа Бога. Ключ от рая. Вторая серия. Сегодня слова Фрейд и секс стали почти синонимами. Всю свою жизнь знаменитый психоаналитик посвятил изучению сексуальных секретов и тайн окружающих его людей. Но предпринял все возможное, чтобы скрыть от мира собственную интимную историю. Перед смертью он уничтожил большую часть своих дневников и сжег письма, которые получал от пациентов. Считается, что именно Зигмунд Фрейд стал человеком, нашедшим ключ от рая. То есть он открыл великий секрет, за которым многие тысячи лет гоняется все человечество. Секрет, как получать от секса максимальное физиологическое удовольствие. Главная заслуга Зигмунда Фрейда заключается в том, что он, по сути, взорвал современную психологию, доказав то, что мы теперь называем приматом бессознания. То есть о том, что на самом деле именно бессознательный процесс, а в общем не весьма блудливое и говорливое сознание, является главным в регуляции человеческого поведения, главным в его жизни. Отец шестерых детей Зигмунд Фрейд даже в 50 лет не пропускал ни одной юбки. Венский врач соблазнял буквально всех своих пациенток. И это при том, что на прием к нему пытались попасть тысячи дам. Все они считали, что страдают от приступов так называемой истерии. Но мало кто из них знал, что и симптомы, и самоопределение этой странной болезни – не более чем выдумка гениального врача. 80% его пациентов – это были женщины. Более 80% – с героидными неврозами. Именно секс, как утверждал доктор Фрейд, подсознательно руководит нашими мыслями и поступками. Его клиентками были эффектные, богатые, красивые женщины Старого Света. И некоторые из них были не прочь познать истинное сексуальное удовольствие. Работал он в венском обществе, где именно тема секса была основополагающей. И он ехидно заметил, если бы его перемесли, например, в голодающую Россию, он явно бы изобрел другую теорию в качестве движущих сил человеческого поведения. Самой знаменитой пациенткой и поклонницей Фрейда была французская принцесса Мария Бонапарт. Она заявила доктору, что влюблена в него уже на втором сеансе. На тот момент Фрейду было 69 лет. Некоторые пациентки, они признавались в том, что они начинают испытывать влечение к магнетизеру, к будущему гипнотизеру. И понятно, что для Фрейда это не могло остаться без внимания к сексуальной части. В чем же секрет доктора Фрейда? Эксперты уверены, психоаналитик первым ответил на вопрос, чего на самом деле хочет женщина. Для него секс стал настоящей интеллектуальной игрой. Благодаря сотням таких пикантных партий, в начале 20 века он вывел определенные правила соблазнения. Фрейд был убежден, что любая женщина готова пойти на близкий контакт с любым мужчиной. Чтобы этого добиться, необходимо соблюдать нехитрые правила. Прежде всего, разрешить женщине делать то, что она любит больше всего – говорить о себе. В случае с психоаналитиком это работало безотказно. Фрейд знал о своих пациентках все – семейные проблемы, детские обиды, сны и фантазии. Фрейд страдал от невротических реакций. Поэтому он обосновал, что психоаналитик сидит на кушетке так, чтобы его не видел пациент. И обосновал это в качестве единственного способа работы. В речи, считал Фрейд, соблазнителю нужно использовать особые метафоры. Говорить о горах, об извержении вулканов, о башнях и шпилях. Также необходимо носить длинные широкие галстуки, иметь вытянутую бороду. А в руках полезно держать продолговатый предмет, не очень тонкий. Сигара подходит идеально. Такая символика, считал Фрейд, на бессознательном уровне стимулирует женщин. Психоаналитик и сам этим пользовался. С сигарами не расставался, любил галстуки и носил бородку к ленышкам. А на его столе всегда стояли свечи. Также советовал Фрейд мужчинам, не имевшим успеха у противоположного пола, полезно назначить женщине свидание у фонтана. С любовницами из числа пациенток сам Фрейд часто прогуливался у венского фонтана Персей и Андромеда. Фонтаны, считал психоаналитик, являются наиболее ярким символом мужского начала. Все предметы ассоциировались либо с половым органом мужчины, либо с половым органом женщины. Там традиционно сигара – это половой орган мужчины, шляпа – это половой орган женщины. К 50 годам у Фрейда уже была репутация соблазнителя. Его пациентки по всей вене распускали самые невероятные слухи. Сам Фрейд не опровергал рассказы о своей якобы необузданной энергии. Психотерапевт знал, любая женщина рано или поздно захочет проверить, а так ли этот мужчина хорош, как говорят ее подруги. Сфера любовных отношений, она довольно-таки важная для женщин. В этом, возможно, Фрейд был прав. Но, правда, он выражал это все своими словами, говорил о том, что все женщины сильно распущены, им нужно только одно. Самое удивительное, что при всей своей любви к определенного рода развлечениям, Фрейд был женоненавистником, относился к женщинам с презрением и считал людьми второго сорта. Но женщин он не любил. Говорил о том, что все проблемы женщин, а именно то, что женщины глупые, необразованные, истеричные. Биографы Фрейда уверены, в жизни известного доктора была всего лишь одна женщина, кому он всецело доверял и к мнению которой безоговорочно прислушивался. Только ее он называл «моё единственное доверенное лицо», и именно ей адресовал те самые последние, до сих пор засекреченные письма. Это была вовсе не жена Фрейда Марта, которая родила ему шестерых детей. Самые нежные и чувственные послания доктор Фрейд адресовал родной сестре Марты Минни Бернайс. Он почти ежедневно писал ей письма, которые, в отличие от современной почты, доставлялись в тот же день. Многим было известно об этом, они все время ездили на курорты. И самое интересное, что комната, в которой спала сестра жены, проходила через покои Фрейда. И, естественно, скорее всего, жена знала об этом. Между ними была какая-то договоренность. Вот такая была современная семья. С любовницей Фрейд обсуждал свои самые смелые и скандальные идеи. Именно Минна, которая была блестяще образована, первой признала ценность его работ. В самом деле не обсуждать же науку с женой, которая разбирается только в ленточках, абажурах и мягкой мебели. Его жена Марта не очень-то интересовалась психоанализом. Шесть детей, она в основном занималась детьми. Она говорила следующую фразу. Психоанализ кончается на пороге детской комнаты. А вот Мина Бернац, сестра жены, она проявляла интересы. Поэтому Фрейд делился с ней. У Фрейда было много секретов, которыми он не стал делиться со своими учениками и последователями. Как обыкновенному человеку удалось сохранить свою мужскую силу на склоне лет? В то время медицина была не способна на такие чудеса. Возможно, ответы на эти вопросы запечатаны в конвертах с неопубликованными письмами к Минне. Но почему Фрейд запретил их вскрывать, даже спустя много лет после его смерти? Доктор Фрейд против Господа Бога! Люси Макадам Фрейд. Еще одна наследница легендарного психоаналитика. Правнучка Зигмунда Фрейда живет в Лондоне. Люси художница и большая часть ее работ посвящена знаменитому продержке. Я черпала вдохновение из истории своей семьи, из теории Зигмунда Фрейда. Во время создания своих работ я ощущала себя частью семьи. Я хотела, чтобы о моих родственниках узнали благодаря моим работам. Для меня семья – это неисчерпаемый источник вдохновения. Люси показывает уникальные фотографии из личного архива Зигмунда Фрейда. Фамильные легенды о прадедушке передаются в этой семье из поколения в поколение. Он был замкнут, неразговорчив, и это все, что известно мне от моих старших родственников. Он был погружен в свой внутренний мир, замыкался на собственных чувствах. Все, что мне о нем известно, это то, что у него был очень сильный характер. Это семейное. Люси уверена, в жизни Фрейда было много тайн. Большинство из них неизвестны даже близким родственникам. Невероятно, но в наследство от прадедушки, которого считали одним из самых высокооплачиваемых психоаналитиков 20 века, ей достались всего лишь пара фотографий, да несколько раритетных статуэток из личной коллекции. Она несколько раз пыталась добраться до тех самых засекреченных писем прадеда, но ей это так и не удалось. Скорее всего, там что-то очень личное, интимное. Честное слово, я не знаю точно. Я тоже с нетерпением жду того момента, когда я узнаю их содержание. Что за секреты могут быть в письмах? Мое воображение рисует мне невероятные картины. Это мои догадки, но я думаю, что у него существовала вторая скрытая жизнь. Но кто же тогда прячет таинственные письма Зигмунда Фрейда? Очередная дата их публикации была назначена на лето 2013 года, но этого не произошло. Почему хранители переписки венского доктора так тщательно охраняют его тайны? Несколько лет назад Люси попыталась провести собственное расследование и выяснить, где находится завещание прадедушки. Она решила найти всех наследников Фрейда. Учитывая, что после смерти профессор оставил шестерых детей, 17 внуков и более 30 правнуков, это было непростой задачей. Эти письма скрывают либо родственники, либо музей Фрейда. Возможно, они у американских родственников. Я сама очень заинтригована. Несколько месяцев Люси списывалась и созванивалась с родственниками, живущими в Австрии, Франции, Нидерландах и США. Но ей так и не удалось найти последние письма Фрейда. Но почему эти письма до сих пор не опубликованы? И что самое удивительное, почему даже прямые наследники не могут получить к ним доступ? У Люси есть своя версия. Если в письмах содержатся неопубликованные исследования, то почему бы не опубликовать их сейчас? Я не знаю. Люси уверена, письма надо искать в Америке, куда переехали некоторые родственники Фрейда. Мы отправляемся в американский городок Кембридж. Именно там, в штате Массачусетс, живет еще одна наследница Фрейда, Анна Бернайс. Возможно, с ее помощью мы получим доступ к неопубликованным письмам и разгадаем самую главную тайну Зигмунда Фрейда. Смотрите далее. Загадка Человека-Волка. Самого таинственного пациента Зигмунда Фрейда. Писал в переписке, что он хочет съесть Фрейда дословно. Зачем австрийский невропатолог и психиатр выдумал несуществующие заболевания, а НКВД финансировал его работу? Психоанализ и управление с помощью психоанализа человеком или группой лиц – это инструмент идеологии. И как доктор Фрейд раскрыл универсальный код сновидения? Последнее изобретение знаменитого ученого. Это прицел, то есть надо точно прицелиться в человека, которого мы обследуем. Сразу после рекламы. 1900 год. Весь мир охвачен настоящей манией. Короли, политики, артисты, врачи, адвокаты разгадывают свои сны с помощью книги доктора Фрейда «Толкование сновидений». Известно, что толкованием зачитывались Кайзер Вильгельм, Николай II и король Великобритании Георг V. Там каждый мог найти свое. Он был настолько велик и обширен, что каждый находил ответ на свой собственный вопрос. Эту работу Фрейд считал самой значительной в своей жизни. Его книга была переведена на 20 языков. Общий тираж издания к 1915 году составил более 4 миллионов экземпляров. В то время даже Библия не издавалась в таком количестве. Спустя 15 лет в ответ на многочисленные запросы публики был издан упрощенный пересказ толкований. Его назвали «сонником Фрейда». Фрейд сделал удивительное открытие. Но это открытие ему уже в 100 лет, уже больше, чем в 100 лет. И на тот момент это было нечто действительно потрясающее воображение. Толкование снов Фрейда стало сенсацией. Впервые психоаналитик дал подробную трактовку самых распространенных образов, которые чаще всего встречаются в наших снах. Море в «соннике Фрейда» символизирует секс. Приснившиеся волны, штормы, цунами говорят о подсознательном желании нырнуть с головой в новые любовные отношения. Спокойная водная гладь, наоборот, свидетельствует о том, что вы присыщены общением с противоположным полом. Если мужчине снится, что его кусает змея, значит, в реальной жизни он опасается появления соперника. Если человек испытывает страх здесь наяву, он будет его испытывать и во сне точно так же. Если человек труслив, и его легко можно напугать здесь наяву, то он будет постоянно встречать эту же самую ситуацию внутри сновидения. Мало кто знает, что апельсин в «соннике Фрейда» – это символ искушения, наслаждения. Если он приснился, вы явно мечтаете о встрече с новым сексуальным партнёром. И наоборот, сон, в котором вы ели спелое аппетитное яблоко, означает, что надежды на более тесные отношения с каким-то человеком совершенно напрасны. Правда, современные психоаналитики говорят, далеко не всегда такие сны могут символизировать интимную близость. Фрейд утверждал, если снится авария или какая-нибудь другая катастрофа, значит, в скором времени вас настигнет страсть к необычному, неординарному человеку. А вот поездка на поезде является отображением страхов, тревог и переживаний. Удивительно, но сам Фрейд очень боялся ездить на поездах и всегда приезжал на вокзал на несколько часов раньше. Для Фрейда в сновидениях отражаются некие осадки текущего дня, человечества. То, что не удалось удовлетворить желания в жизни, в реальной. Биографы Фрейда утверждают, у психоаналитика было необычное хобби. Он изучал историю древнего Египта и коллекционировал древние артефакты – папирусы и манускрипты. За некоторыми из них он вел настоящую охоту, путешествуя по аукционам и рынкам древностей в Европе. Возможно, это увлечение имело вполне практический смысл. Скупая манускрипты за баснословные деньги, Фрейд, по сути, приобретал новые разделы своей теории. Ведь его труды о сновидениях и древние тексты египетских оракулов, как сейчас выясняется, словно бы написаны одним человеком. Развитие психологии древнего Египта соответствует психологии европейской примерно 1-3-22 века. Поэтому говорить о том, что Фрейд все это создал, ну, не совсем правильно. Сонник египетского жреца Кенхерхепешефа был найден в 1895 году. А всего через 5 лет Зигмунд Фрейд, любитель древностей и исследователь магических культур, издал свою книгу «Толкование сновидений». Мало того, психоаналитик обратился к Николе Тесле, самому скандальному ученому того времени с немыслимым предложением. В одном из писем Фрейд говорил, что вместе с Теслой они могут совершить переворот в науке. Психоаналитик решил собрать устройство, которое даже в наши дни кажется научной фантастикой. Машину для путешествия по снам. Фрейд был уверен, сны – это иная реальность, в которую человек может физически переместиться. Канадский художник Олег Липченко – один из тех, кто знает, что такое жизнь как сон. Десять лет назад на одном из аукционов, где продавали его картины, он вдруг увидел странные рисунки неизвестного автора. Олег говорит, что сразу понял – в этих картинах скрывается какая-то тайна. Они были больше похожи на чертежи странного устройства, и Липченко купил всю коллекцию за 500 долларов. Это уникальные кадры. Олег впервые показывает журналистам устройство, которое ему удалось собрать по этим загадочным чертежам. Он говорит, на всех рисунках стояла оригинальная подпись самого Зигмунда Фрейда. Это такое ружье, как бы, да? То есть его удобно держать в руках, прислонить для стабильности к плечу приклад. И основные его функциональные части – это прицел. То есть надо точно прицелиться в человека. Художник уверен, он получил разработки знаменитого ученого, а само устройство – не что иное, как легендарный фрейдоскоп. Этот прибор позволяет проникать в сны любого человека. Устройство сканирует мозг спящего пациента, а отраженный сигнал попадает в специальный приемник. Правда, все это пока только в теории. Липченко удалось воссоздать только внешний облик устройства. Как привести его в действие, наверное, знал только сам Зигмунд Фрейд. Схемы и чертежи, объясняющие принцип работы механизма, до наших дней не дошли. Олег Липченко может только предполагать, как действовал фрейдоскоп. Вот эта самая основная часть фрейдоскопа называется brain resonator – резонатор мозговых импульсов. Он передает свою информацию, собственно, в компьютер. Компьютер обрабатывает. И затем мы получаем готовый файл с диагнозом. Олег уверен, загадочный прибор стал последним изобретением Фрейда, которое великий ученый опробовал на себе. Художник считает, что психоаналитик не умер. Он просто ушел в чужие сны. Мало того, сознание Фрейда до сих пор путешествует по ночным кошмарам его пациентов. На первый взгляд, такая гипотеза кажется совершенно фантастической. Дело в том, что доктор Фрейд в последнее время занимался очень опасными исследованиями. Он пытался проникнуть в свое подсознание. И поэтому он часто запирался с фрейдоскопом в своей лаборатории один на один. И, очевидно, он таки попал в свое подсознание. Утверждение ярого поклонника доктора Фрейда можно было бы счесть бредом сумасшедшего, если бы не одно «но». Смерть легендарного профессора действительно окутана тайной. Существует легенда, что на его похоронах гроб оказался пуст. Внутри лежала записка, написанная самим ученым, и загадочный прибор. Послание в пустом гробу Фрейда состояло всего из трех слов. «Не ищите меня». Впрочем, большинство исследователей уверены, «Фрейдоскоп» – очередная афера доктора Фрейда. Обман легковерной публики. То, что изобрел доктор Фрейд на самом деле, куда интереснее. Доктор Фрейд против Господа Бога! Мало кто знает, что у Зигмунда Фрейда на самом деле русские корни. Предки изобретателя психоанализа и по отцовской, и по материнской линии жили на территории современной Украины. Родители Зигмунда познакомились в Одессе, где отец будущего психоаналитика Якоб Фрейд часто бывал по торговым делам. Амалия – его мать, Натансон. Она была родом из Одессы, она прожила здесь 16 первых 16 лет. По странному совпадению, именно на родине матери доктора Фрейда жил и самый известный его пациент – Сергей Панкеев, известный всему миру как Человек-волк. Наша съемочная группа отправилась в пригород Одессы, в село Васильевка, где до революции жила семья Панкеевых. Панкеевы поселились в этом доме, когда они переехали из Каховки в Херсонской губернии, поблизу Херсона, в 91-м году. Историк Владимир Кудлач говорит, в этих руинах скрывается тайна, которые не дают покоя всем психоаналитикам мира. Даже великий Зигмунд Фрейд не смог понять, почему абсолютно здоровый ребенок из состоятельной семьи одесских банкиров вдруг вообразил, что он волк. Именно в этом доме маленькому Сереже Панкееву приснился сон, который навсегда изменил его судьбу и принес всемирную славу доктору Фрейду. Он увидел этот страшный сон. Пять, то ли семь, эта цифра меняется, белых волков, похожих на овчарку, с хвостами, лисиями, сидят и пронзительно смотрят на него. И он чувствовал как бы их взгляд. Уникальность этого случая была в том, что мальчик не проявлял признаков асоциального поведения. Он умел вести себя в обществе, учился в гимназии, проявлял интерес к точным наукам. Однако в лунные ночи Сергей убегал из дома. В Одессе же рассказывали истории о странном юноше, который как настоящий волк воет на Луну. Удивительно, но все описания совпадали с легендами об оборотне, который жил в этих местах еще во времена Древней Греции. Геродот говорил, что жители Тавриды, это как раз территория Черноморского побережья нынешней Украины, страдают от нападений страшного хищника. Он живет среди людей, но по ночам превращается в огромного волка. При этом сам человек не способен вспомнить, что он делал ночью. Невероятно. Но поведение мифических оборотней очень напоминало симптомы болезни пациента Зигмунда Фрейда. Сергей Панкеев был абсолютно уверен, что всю ночь он провел в своей кровати. Правда, ему почему-то снились волки. Для Фрейда он стал подарком судьбы. Именно на нем построил свою теорию психоаналитик Фрейд, который пытался расшифровать этот сон и делал разные интерпретации, известные около трех интерпретаций. Чтобы расшифровать сон человека-волка, Фрейд пробовал разные способы. Например, предлагал Панкееву нарисовать то, что он видел. Больному легче не становилось, зато Фрейд вместе с Человеком-волком попал в газеты. Для Фрейда Человек-волк стал настоящей золотой жилой. Он лечил младшего представителя банкирской династии до самой революции 1917 года. Когда же семья уже не могла платить по счетам, психоаналитик назвал этот случай необъяснимым. Попытки вылечить Сергея Панкеева стали основой книги «Человек-волк», которая принесла Фрейду всемирную известность. При том, что психоаналитик открыто заявил, пациент неизлечим. Медицина здесь бессильна. Я думаю, что если подвести дебет-кредит, то Фрейд все равно заработал на Панкееве. Потому как, так сказать, это была богатейшая семья, и Фрейд лечил его много лет. После революции Сергей Панкеев бежал из России в Австрию. К доктору Фрейду он больше никогда не обращался, но его сеансы, похоже, запомнил на всю жизнь. Отвечая на телефонные звонки, он представлялся. Алло, «Человек-волк» у телефона. Фрейд об этом писал в переписке. Но он пишет об этом в письме Юнгу. То, что он хочет съесть Фрейда дословно. Этот случай стал сенсацией и визитной карточкой доктора Фрейда. О «Человеке-волке» упорно писали все газеты мира. Психоанализ стал почему-то внезапно интересен всем и вся. Смотрите сразу после рекламы. Самый рискованный эксперимент великого психолога. Как Зигмунд Фрейд ставил Америку на колени. С подачи использования теории Фрейда был запущен процесс, который стал существенно разрушать западное общество. За что большевики платили легендарному профессору баснословные гонорары. Взяв на вооружение учения Фрейда, Троцкий рассчитывал, что в короткое время народ России перестроится. И как по Фрейду готовили советских разведчиков? Очень много есть и закрытых методик, и закрытых работ, которые используются из спецслужб. Сразу после рекламы. Доктор Фрейд против Господа Бога. Доктор Фрейд против Господа Бога. Конец августа 1909 года. На борту парохода Джордж Вашингтон из Европы в Америку прибывают Зигмунд Фрейд, ему исполнилось 53, и его молодой коллега, малоизвестный тогда психиатр Карл Густав Юнг. Кутаются от сырости в пальто и рассказывают друг другу свои сны. В Европе над Фрейдом еще посмеиваются. Как можно всерьез воспринимать теорию, основанную на сексе? Зачем автор психоанализа направляется в США, в страну строгой морали, где единственным назначением секса считается деторождение? Ведь сто с лишним лет назад в Америке дама, закурившая сигарету в публичном месте, подлежала аресту. Слуга Фрея Фрейда, наверное, в том, что он заговорил впервые о сексе открыто, начал обсуждать эти проблемы. И дальше это, возможно, трансформировало в сексуальную революцию в Америке, хотя Америка до этого была религиозным обществом. Пассажиры сходят на землю в порту Нью-Йорка. Респектабельные господа в дорогих пальто, при очках и кожаных саквояжах. Трудно сказать, что вызвало подозрения у таможенников, но они отчего-то заволновались и начали копаться в багаже иностранцев. Венский психиатр Зигмунд Фрейд усмехнулся и шепнул на ухо товарищу. Не там ищет, а ведь мы везем им чуму. Чума 20 века. Это говорил он о своем методе психоанализе. И это время совпало, конечно, с колоссальной популяризацией. Потому что именно в это время, в начало века, выходят самые интересные работы, и они написаны очень простым, очень доступным языком. Прочитав курс лекций и вернувшись в Европу, Фрейд сказал, Америка – это колоссальная ошибка. Но именно после этой поездки началась всемирная слава венского психиатра. Он же дал толчок к раскрепощению Америки. Сегодня США – главный последователь психоанализа Фрейда и самый крупный рынок сбыта его продукции. Почему консервативная сто лет назад Америка восприняла передовые идеи Фрейда на ура? Чем европейский психолог покорил страну пуританских нравов? Неужели автор психоанализа действительно оставил свои секреты на Земле, которые не имел никакого отношения? Но почему? Возможно, США стали предметом эксперимента великого психолога? Или наоборот, штатам Фрейд доверил секрет своего открытия? Он привез инструмент, которым, ну как, сейчас владеют немногие, а нужен он практически всем. Кто же отправил Фрейда и его лучшего ученика Юнга в Америку? И не странно ли, что после этой поездки именно Карл Густав Юнг стал лечащим врачом семьи Ротшильдов? Фрейд и Юнг за символическое вознаграждение в полторы тысячи долларов объехали почти всю Америку – от Нью-Йорка до Дикого Запада. Вряд ли два столь уважаемых джентльмена могли снимать залы для лекций, приличные гостиницы и покупать себе билеты первого класса без посторонней помощи. Кто же помог двум небогатым тогда психоаналитикам войти в высшее общество нового света? Просто так деньги вкладывать в это не будет. Здесь как бы совпали интересы людей, представителей богатой верхушки, потому что это дорогостоящий, прибыльный проект. Исследователи считают, что истинной целью американского турне двух психоаналитиков было вовсе не чтение лекций. Мало того, отцы психоанализа даже не думали о заработках. Фрейд искал нечто большее, чем лекарства от неврозов для истеричных дамочек. Он разрабатывал универсальную систему по контролю над человеческим разумом. Скорее всего, именно тогда, проводя эксперименты с бессознательным, Фрейд наткнулся на важные открытия. На человека можно воздействовать через его подсознание. И не на одного человека, а на огромные массы людей. Воздействует через подсознание. То есть воздействует не прямо пропагандирует. А, вводя определенные символы, проговаривая определенные термины, значит, делая определенные установки, можно человека программировать на определенные действия. С приходом к власти в Австрии фашистов на Фрейду началась настоящая охота. Но мало кто знает, что за ученым гонялись не только головорезы из СС. В борьбу за свободу доктора вступили политические тяжеловесы. Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт, Мария Бонапарт, Уинстон Черчилль. Гитлеру предлагали баснословные суммы, лишь бы он разрешил Фрейду покинуть Австрию. Но почему? Неужели сильные мира сего знали, что именно открыл доктор Фрейд во время своих экспериментов с бессознательным? Или была другая причина? Также Фрейд, как известный человек и общавшийся с известными людьми, мог знать массу секретов, личных секретов известных людей, в том числе связанных с сексуальной жизнью, с какими-то внутренними личными проблемами. В борьбу за освобождение Фрейда включился близкий друг и союзник Гитлера Бенито Муссолини. Но зачем лидеру итальянских фашистов мог понадобиться врач-еврей? Какие цели преследовал Дуччи? Муссолини, как страждущий власть, мог совершенно не желать поделиться ей с Гитлером или с кем бы то ни было, и мог привлекать Фрейда просто к себе как сторонник, как консультанта, как человек, который помог бы впоследствии захватить единоличную власть. Но если Фрейд действительно разработал безупречную систему контроля сознания, кому досталось это открытие? И где сейчас секретные материалы доктора? А может быть, именно эту опасную технологию изобретатель психоанализа и описал в своих последних, до сих пор засекреченных письмах? Доктор Фрейд против Господа Бога! После детства, проведенного в нищете, Фрейд наконец получил возможность жить на широкую ногу. Доктор тратил много. Прежде всего он был страстным коллекционером. Собирал древние манускрипты, статуэтки, фрески. На аукционах доктор спускал суммы, на которые прежде вся его многочисленная семья могла бы прожить несколько лет. Еще две статьи расходов, на которые ученый не жалел денег, женщины и путешествия. Дорогие подарки любовницам, лучшие курорты, изысканные отели. Теперь он мог себе все это позволить. Но неужели его, пусть и немалых доходов от практики, хватало на все эти излишества? Или у Фрейда был еще один, никому неизвестный источник обогащения? Были среди них люди, которые могли обнаружить, что это талантливый, интересный человек, которому стоит помогать. Доход доктора от приема обычных пациентов в пересчете на сегодняшний день составлял около 200 тысяч евро в год. Почти 9 миллионов рублей. Но это лишь вершина айсберга. По-настоящему большие деньги Фрейду приносили клиенты-миллионеры. Одной из пациенток психоаналитика была супруга американского магната Анжелика Бижур. После сеансов у доктора Фрейда госпожа Бижур развелась с мужем и получила половину его состояния. Предприимчивый ученый сразу помог ей обрести новое счастье. Выдал замуж за своего друга, психоневролога Хорреса Фрейдка. Официально все огромное состояние Анжелики Бижур перешло под контроль доктора Фринка. Но на самом деле распоряжался всеми деньгами, как предполагают историки, учитель Фринка доктор Фрейд. Действительно, у Фрейда была тяга к деньгам. И можно рассмотреть его как удачного дельца, как бизнесмена. Сеансы психоанализа длились очень долго. Они были безумно дороги, и не каждый мог себе это позволить. Знаменитыми пациентами Фрейда были музыкант Густав Малер, поэтесса Хилда Дулитл, невеста писателя Эзры Паунда. За консультацией к светилу психоанализа обращались Ромэн Ролан, Стефан Цвейк и Томас Манн. Для своих нужд доктор умело использовал спонсоров. Например, Международное психоаналитическое издательство. Фрейд открыл на деньги своего бывшего пациента, миллионера Антона фон Фрейда. Интересный факт. За аренду роскошного особняка на Бергассе доктор Фрейд не платил ни копейки. Но кто же так активно вкладывал деньги в научное изыскание известного психоаналитика? Завистниками, да, или борющимися за внимание Зигмунда Фрейда, ну, конечно же, всех очень интересовал вопрос, откуда деньги, да? Он действительно был единственный психоаналитик, имеющий частный капитал. И деньги он зарабатывал отнюдь не на приеме, да, пациента. В 1909 году американская газета «Чикаго Трибюн» предложила Фрейду беспрецедентный эксперимент. Главный редактор издания был готов заплатить доктору 25 тысяч долларов за один день работы, если он даст психоаналитическую интерпретацию громкого убийства. Фрейд отказался. Следом, еще более сенсационное предложение от голливудской киностудии. Гонорар в 100 тысяч долларов за разрешение поставить в титры фамилию ученого. Снова отказ. Удивительно. Фрейд, который долгое время жил с комплексом нищего мальчишки из гетто, как будто не нуждается в деньгах. Почему? Может быть, он знал, что тот, на кого он работает, платит гораздо больше? По одной из версий, Фрейд не только лечил родственников сильных мира сего. Он мог с легкостью сотворить короля из пешки. После того, как была рассекречена часть архивов НКВД, стало известно, что научная деятельность Фрейда некоторое время финансировалась из СССР. С подачи использования теории Фрейда был запущен процесс, который стал существенно возрушать западное общество. Теории доктора Фрейда давно применяли спецслужбы разных стран. Во время экспериментов с подсознанием доктор добился фантастических результатов. Специалисты уверены, он разработал систему подготовки идеального разведчика. Фрейд был уверен, наше бессознательное отвечает даже за физические возможности человека. Фрейд был автором революционного метода тренировок. Он утверждал, для того, чтобы научить человека, например, боевым искусством, вовсе не нужны утомительные упражнения. Достаточно просто несколько часов в день в подробностях представлять себе сам процесс тренировок. Опыты показали. У людей, которые использовали метод Фрейда, по необъяснимым причинам действительно увеличивалась скорость реакции, подвижность суставов и гибкость связок. Хитрость Фрейда заключается в том, что человек, с которым он работает, сначала сопротивляется чему-то, и надо бороться с этим сопротивлением. И, преодолевая это сопротивление, Фрейд вкладывает в голову человека вещи, которые бы этому же человеку до Фрейда невозможно было вложить. Это фотография 1920 года. Создатели венского психоаналитического общества во главе с Зигмундом Фрейдом. Обратите внимание на человека в центре. Макс Эйтингтон. Один из богатейших людей Европы. Происхождение капитала объяснял тем, что по поручению советского правительства поставляет русские меха в Европу. Мало кто знал, что на самом деле связывает этого бизнесмена с советской Россией. Это Леонид Котов. В 30 лет он уже стал настоящей легендой МКВД. Организатор первой агентурной сети в США. Специалист по созданию диверсионных групп в странах, с которыми возможна война. В 1932 году он координировал работу всех советских резидентов. Отвечал за изготовление поддельных паспортов для нелегалов. Именно он в 1940 году организовал убийство Троцкого. Настоящее имя советского разведчика Наум Эйтингтон. Он брат Макса Эйтингтона. О родственных связях Макса не знал никто из деловых партнеров. Ведь в Европе его брат находился на нелегальном положении. Макс миллионер под прикрытием МКВД и опытный разведчик. Наум это идеальная команда для тайных операций за границей. Удивительный факт. Во всех своих книгах, статьях и монографиях доктор Фрейд выражал признательность и благодарность именно Максу Эйтингтону. Казалось бы, за что? Никто из учеников и коллег известного психоаналитика не догадывался, что именно Макс, близкий друг Фрейда, резидент советской разведки и брат убийцы Троцкого издавал все книги доктора и содержал его большой в несколько этажей дом. Он был великолепный организатор. И, конечно, такому светили, как Зигмунд Фрейд, необходим, наверное, был современным языком, мы это назовем, администратор, пиар-менеджер. Смотрите после рекламы. Садик особого назначения. Как воспитывали детей партийные элиты? Это был первый опыт секса воспитания малолетних детей. От годика до семи лет. Кто на самом деле финансировал разработки известного психоаналитика? Они имели в своих руках финансы. Финансы огромные. И почему Сталин назвал Зигмунда Фрейда одним из самых главных врагов советской власти? Троцкий и Бухарин поддерживали теорию Фрейда. Смотрите после рекламы. Доктор Фрейд против Господа Бога. Этот московский особняк стал площадкой для самого смелого эксперимента фрейдистов. Причем и Фрейд, и правительство Советской России понимали. Такие исследования в любой другой стране закончились бы грандиозным скандалом. Здесь, на Малой Никитской улице, австрийские и советские психоаналитики проводили опыты на детях. Здесь стояла сторожевая будка. Здесь был главный вход в детский сад. В это трудно поверить. Но впервые термин «сексуальное воспитание детей» возник именно в Советской России. Здесь, в центре Старой Москвы, фрейдисты впервые попробовали создать сверхчеловека. В теории психоанализа эта личность полностью свободная от детских комплексов. В 1921 году на Малой Никитской организовали садик особого назначения для детей партийной элиты. С помощью теории Фрейда была создана система воспитания детей по этой системе с уклоном, изучение секса, что очень странно звучит, в возрастном консенсусе от годика до семи лет. Историк Артем Задикен обнаружил уникальные документы, которые рассказывают о работе детского сада или, как его называли в то время, дома лаборатории. Оказалось, что его покровителями были видные революционеры Лев Троцкий, Николай Бухарин и Григорий Зиновьев. Руководили детским садом легендарный полярник Отто Шмидт и его жена Вера, которая переписывалась с Зигмундом Фрейдом. В это трудно поверить, но сам Иосиф Сталин привел своего сына Василия в экспериментальный садик. Почему же лидеры коммунистической России так доверяли фрейдистам? Психоанализ и управление с помощью психоанализа человеком или группой лиц – это, в принципе, та самая идеология, точнее, это инструмент идеологии, который мог позволить, скажем, эту идеологию поменять. Психоанализ, который позже объявят лженаукой, в начале 20-х годов был едва ли не самым популярным направлением в советской медицине. Известно, что Ленин выписывал из-за границы все новые книги Зигмунда Фрейда, а Надежда Крупская лично курировала перевод и издание трудов психоаналитика в России. По словам самого Фрейда, в Советском Союзе его учение распространялось как эпидемия. У доктора даже появились высокопоставленные пациенты из СССР. И первой была знаменитая революционерка Александра Калантай. Фрейд же очень любил русское мышление и о Достоевском отзывался как о первом психоаналитике. Он говорил, что мы, русские, гораздо ближе к бессознательному, чем кто-либо другой. Вот фрагмент доклада одного из руководителей экспериментального садика Веры Шмидт. Воспитанники нашего детского дома не подозревают о возможности оценки их сексуальных импульсов иначе, как иных физиологических нужд организма. Они удовлетворяют эти нужды спокойно и без боязни на глазах воспитателей. И нужды эти, соответственно, ничем не отличаются от голода, жажды или усталости. У педагогов была одна единственная, но строгая инструкция от самого Фрейда. Никогда и ничего не запрещать детям. Во-первых, запрещалось повышать голос. Нельзя было лично хвалить или ругать детей, наказывать. Ни в коем случае. Надо было им указывать на их действия. Знаменитый полярник Отто Шмидт и его жена Вера свято верили в теории Фрейда. В 1923 году Шмидт лично отправился в Вену на доклад к доктору. Отто Юличу было чем похвастаться. В их доме лаборатории воспитывались всего 30 малышей, но большинство из них были детьми высших партийных чиновников. Здоровее от этого Василий Старин не стал. И в целом можно сказать, что дети, которые в детстве посещали психологический детский сад, проходили психоанализ. Дети самих психоаналитиков, они ничуть не свободнее от неврозов, от других заболеваний, чем все остальные люди. Психоанализ Фрейда оказался в Советском Союзе под строгим запретом сразу после бегства его главного сторонника, к тому времени уже предателя и шпиона Льва Троцкого. Сталин объявил Зигмунда Фрейда мошенником. Долгое время считалось, что Иосиф Виссарионович просто автоматически объявил вне закона все связанное с Троцким. Но события последнего времени позволяют предположить. Вождь мирового пролетариата мог догадаться, на кого на самом деле работает Зигмунд Фрейд и его теория. Фрейд мог быть активно использован в борьбе, в том числе с советской властью, с идеологией советской власти, что было недопустимо по тем временам. И поэтому в массовом сознании его запрещали. Сталин назвал Зигмунда Фрейда врагом советской власти, а его теорией буржуазным развратом. Фрейд в долгу не остался. В одной из статьй он заявил, что лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь» на гербе Советского Союза, призывы к смычке города с деревней, плакаты о единстве армии и народа, имеют явный гомосексуальный подтекст. Говорят, что именно после этого выступления Фрейда правительство заказало скульптору Вере Мухиной новый гетеросексуальный символ советской державы для всемирной выставки в Париже. Скульптуру рабочего и колхозницы. «Доктор Фрейд против Господа Бога». Этот журнал невозможно купить. Его экземпляров нет ни в одной библиотеке мира. «Бнайбрид Магазин» выходит ограниченным тиражом и распространяется только среди избранных. Это издание известной правозащитной организации «Бнайбрид», действующей в Америке. Странно, но только этот журнал подробно рассказывал о путешествии Зигмунда Фрейда по США. Почему же психоаналитик так заинтересовал влиятельное общество по защите прав человека? Правительство разных стран столкнулись с ним уже тогда, когда он обладал мощью именно международного характера. Исследователи уверены, Зигмунд Фрейд ездил в Америку вовсе не для чтения лекций. Не случайно именно после этого визита карьера венского врача достигла заоблачных высот. Фрейд, по всей видимости, нашел новых спонсоров для своих исследований, ведь к тому времени Советский Союз уже прекратил финансирование Института психоанализа. Но какие же опыты заказали Фрейду на этот раз? Почему через 50 лет именно Америка стала главным проповедником психоанализа? И почему таинственные письма Фрейда хранятся именно в библиотеке Конгресса США? Смотрите в следующей серии. Кто на самом деле распространял учения Фрейда по всему миру? Сыграли роль те силы, которые выступали за трансформацию старой Европы. Сенсационное интервью хранителя архивов Зигмунда Фрейда. Мы тщательно контролируем раскрытие архива Фрейда. Нашей съемочной группе удалось найти таинственное завещание великого психоаналитика. Доктор Фрейд против Господа Бога. Смотрите после рекламы. Начало 1918 года. Доктор Зигмунд Фрейд, знаменитый ученый, богатый и состоятельный человек, погружен в состояние паники. Он постоянно говорит о каком-то проклятии, которое непременно сбудется. Биограф ученого Эрнест Джонс описывает это в своих поздних дневниках. Фрейд боялся цифры 62 всю свою жизнь. И вот ему исполняется 62 года. Фрейда считают носителем материализма. Также считают, что он не был мистиком. На самом деле, даже в своих встречах с Юнгом и многими другими своими учениками, он многократно говорил, что он не является материалистом. Он человек, который не знает, что там за гранью. Когда от гриппа у него вдруг умирает дочка София, Зигмунд Фрейд и вовсе становится сам не свой. Это уже второй ребенок, которого он пережил. Ученый уверен, это знак. Дальше будет еще хуже. И он не ошибался. Вскоре у него обнаружат опухоль неба. Она перерастет в рак. У него были тяжелые боли. И более того, он издавал неприятный запах. Люди избегали общения с ним. И он избегал общения с ним. Цифра 62 окажется действительно пророческой. С этого момента жизнь Зигмунда Фрейда пойдет под откос. Именно в этот момент доктор напишет первое из тех самых писем, которые будут засекречены и попадут в закрытое хранилище библиотеки Конгресса США. В чем решил признаться профессор Фрейд на пороге смерти? Смотрите. В третьей серии документального проекта «Доктор Фрейд против Господа Бога». Завещание Зигмунда Фрейда. Кто скрывает его от людей? Существует некий архив Фрейда. Что за работу согласился сделать ученый для тайного ордена Бнайбрид? И чем это нам грозит сегодня? Формируется другой проект, альтернатива, мировая империя. Почему зубная паста, которая стоит и полотенце, свернутое в трубочку, продаются быстрее? Все тайны маркетинга по Фрейду. В современном маркетинге реклама просто пропитаны идеями Фрейда. Сколько стоит мозг настроить? В Америке? Порядка 60 тысяч долларов. И в России? Можно сказать, и миллион рублей, и 10 миллионов рублей, и 20 миллионов. И впервые на телевидении те самые секретные письма Фрейда. Мы добрались до хранителя архива. Вот еще одно письмо. Оно не должно быть опубликовано до 2102 года. «Доктор Фрейд против Господа Бога». Письмо с того света. Сразу после рекламы. «Доктор Фрейд против Господа Бога». Письмо с того света. Третья серия. Это было известно еще древним египтянам. Позднее, к тем же выводам, пришел и великий лекарь Парацельс. Когда мы ложимся спать, мы как будто стираем грань между настоящим и будущим. Во сне наше подсознание, свободное от комплексов и предрассудков, безошибочно определяет наиболее вероятное для нас будущее. Интересно, что первые древние египетские сонники, составленные в третьем тысячелетии до нашей эры, толкуют сны почти так же, как и современные психоаналитики. Это некоторая форма предсказательной практики, посредством которой выясняется характер личности того человека, которому это прияснилось. Одним из первых учителей Зигмунда Фрейда, кто открыл ему глаза на тайну сновидений, был знаменитый европейский психиатр Жан-Мартен Шарко. Он уверял, что если ввести человека в искусственный сон, то есть в гипноз, пациент сможет заглянуть в наиболее вероятное для него будущее. Подобные сеансы гипноза часто сопровождались длительными истериками пациентов. Фрейда это пугало, и он втайне от наставника посещал еще две подобные школы. Шарко считал, что основой гипноза является истерия, а Бернгейм или Ебо, они считали, что гипноз – это видоизмененный сон. Фрейд объединял самые передовые идеи того времени. Большая часть снов отражает физическое состояние человека. Правильный истолкованный сон может подсказать человеку, какие проблемы гнездятся в его организме и что у него заболит в самое ближайшее время. Первым к этим выводам пришел именно доктор Фрейд. Фраза Фрейда, что сновидение – это королевская дорога к пониманию каждому индивидуальному человеку. Вот обратите внимание, да, индивидуальный подход. И то, что он видит, имеет контекст для него самого и только для него. Увидеть рыбу во сне, к беременности, пить или касаться холодной воды – гриппу или болезни горла. Змеи намекают на проблемы суставов. Все рогатые – на трудности с дыханием. Мы рассматриваем образы внутри сновидения не как нечто статическое. Если нам приснилась кошка, за этой кошкой может стоять вовсе не кошка. Это может стоять совершенно иные какие-то объекты нашего восприятия, да. По Фрейду, если часто снится, что вы надеваете шляпу, есть проблемы с сосудами головы. Гранат, особенно яркий и спелый, говорит о проблеме простаты у мужчин или о климаксе у женщин. Укус животного в область живота к язве желудка. Увидеть во сне кошку или собаку, которая легла на грудь, опасность инфаркта или воспаление легких. А если во сне на груди лежит тяжелая плита, нужно немедленно обратиться к врачу. За долго, за месяц, за два, а иногда и за полгода до развития депрессивного состояния начинается расстройство сна. И по содержанию снов можно предположить, как пойдет развитие этой депрессии. Фрейд одним из первых начал изучать сны в этой плоскости и на многие годы увлекся практическим толкованием сновидений. Но потом понял, эта работа – его проклятие. «Мне снится краб. Он хватает меня за язык. Причем сон повторяется снова и снова». Так Зигмунд Фрейд писал в одном из своих песен. Ученый пытался найти объяснение своему странному сну через подсознательное. Возможно, ему стыдно за то, что он говорит, может, пора прекратить общение с пациентами. Первый же коллега-врач, которому он пожаловался на свой странный сон, приписал это действию кокаина. Психопатология кокаина имеет тропность кожи и слизистые. То изо рта чего-то они все время достают, потому что там водятся какие-то непонятные существа, то эти существа – змеи, тараканы, ползают под кожей. Но от наркотиков Фрейд давно отказался, а странный сон продолжал сниться каждую ночь. Вскоре Зигмунд Фрейд обнаружил пятнышко крови на хлебе, который жевал. Через несколько дней кровотечение возобновилось, а еще через пару недель врач заметил у себя на небе небольшую припухлость. Весной 1923 года у Фрейда диагностировали рак ротовой полости. У него, собственно, его раковые заболевания были связаны с употреблением кокаина, потому что, собственно, именно та зона, куда попадает при закладывании кокаина за щеку, его либо внюхивают, либо закладывают. В те времена больше закладывали. Ну и, соответственно, были у него поражены раком. Фрейд перенес 33 операции. Прием пищи стал для него каторгой. Пришлось отказаться от чтения лекций и работы с пациентами. Говорить он мог лишь с большим трудом. Возможно, доктор Фрейд понимал. Господь Бог, наконец, предъявил ему счет. Доктор Фрейд против Господа Бога. В начале 20-х годов в европейском обществе начинаются разговоры о том, что Зигмунд Фрейд проклят церковью. Якобы Ватикан тайно предал самого профессора и всех его последователей анафеме. В том, что говорит Фрейд, видели колоссальную угрозу, потому что это подрывало устои буританского общества. И не просто критиковался, а еще и действительно подвергался анафеме. Толкование сновидений. Легендарная книга Фрейда стала первым тревожным звонком, привлекшим внимание Ватикана. Интересно, что в большинстве религий мира область снов считается запретной. К примеру, история буддизма начинается со сна матери Будды, где она узнала о том, что беременна от слона с шестью бивнями, проткнувшими ей бок. Это мать великого пророка, объясняет Писание. И ей было доступно правильное понимание сна. А обычных людей древние тексты предостерегают. Толковать сны и заглядывать в собственное будущее крайне опасно. Злые духи могут заставить вас увидеть только то, что нужно им. Интересно, что точно так же ко снам относится и христианство. Снам нельзя доверять. Со снами нельзя вообще разбираться. На эту область, на эту сферу активным образом действует дьявол. Любопытно, что древние египтяне любили толковать сны, но в то же время уповали на богиню Исиду, которая не давала посланникам темных богов пробраться в сон и управлять человеком. В самом интересном на эту тему папирусе, названном в честь его первообладателя англичанина Честера Бяти, говорится о том, что толковать сон может только священник. Нуждающийся прихожанин должен перед этим проспать всю ночь в храме рядом со служителем. Лишь в этом случае можно быть уверенным, что это не послание от лукавого. Так относятся ко снам почти во всех религиях мира, кроме одной – кабалы. В практическом, даже технологическом плане, в плане развития управления массовым сознанием, открытие этого подсознательного. То есть воздействие, не прямо пропагандируя, а вводя определенные символы, проговаривая определенные термины, значит, делая определенные установки, можно человека программировать на определенные действия. Совпадение или нет, но именно в 20-х, когда впервые заговорили о том, что Фрейд предан анафеме, его жизнь постепенно начинает превращаться в сущий ад. С каждым месяцем ему становится все хуже. Он погружен в глубокую депрессию и в своих письмах рассказывает, как мучается бессонницей, как лекарства не могут унять его боль и что порой хочется это взять и прекратить. Всего одним уколом. Еще пару лет назад Фрейд крутил романы с тремя-четырьмя пациентками одновременно, но перешагнув рубеж в 62 года, легендарный доктор, который, как считалось, носил в кармане пиджака ключи от райского наслаждения, сам начинает испытывать огромные проблемы с потанцией. Он все так же одержим своими идеями и больше копается в своем прошлом и может выдать неадекватную реакцию. То есть вот по этому портрету это очевидно. То есть в отличие от молодого Фрейда, когда все предсказуемо и ясно. Сегодня это уже неоспоримый факт. Как только Фрейд пересек магический рубеж в 62 года, он не жил, а доживал. Некогда богатый, сколотивший огромное состояние на своих сеансах терапии, к 65 годам профессор начинает снова нуждаться в деньгах. Лечение от рака стоит дорого. Врачи категорически запрещают ему последнее из любимых удовольствий – сигары. Но Фрейд, который, по воспоминаниям родственников, всю жизнь выкуривал по 20 штук в день, даже на пороге смерти не собирается отказываться от любимой привычки. Зигмунд был помешан на сигарах. Я знаю, что мой отец, это известная история, посылал ему сигары из Америки, в то время как в Англии их было не достать. И папа присылал ему в ящиках по тысячу штук. Во время одной из 33 операций на Нёбе хирургам пришлось спасать жизнь Зигмунда Фрейда. Потом говорили, что ошибся анестезиолог. Результатом стала клиническая смерть. Для врачей это длилось всего 40 секунд. Но для ученого это было многочасовое путешествие в мир, существование которого он отрицал. О том, что происходило с Фрейдом в самом страшном за всю его жизнь сне, ученый поделился лишь с самыми близкими. Биограф Эрнест Джонс записал, что Фрейд видел нечто, что его напугало до мозга костей. А критик ученого Джеффри Массой отмечал, что с этого момента Фрейд как будто перестал быть последовательным атеистом. Фрейд сомневался в атеизме и был настроен скорее на допущение гипотезы Бога. Интересно, что раковые заболевания и опухоли, злокачественные или доброкачественные, чрезвычайно распространены среди потомков великого ученого. Младший сын Зигмунда Фрейда, архитектор Эрнест Фрейд, признавался, что верит в родовое проклятие. Его жена несколько раз не смогла доносить ребенка. Внуки великого ученого появлялись на свет мертворожденными. Живой, здоровый малыш родился только тогда, когда Эрнест и его жена отреклись от идей материализма и обратились к Богу. Их сын, известный художник Люсьен Фрейд, повторил жизнь родителей, как под копирку. Вот мой отец. Это незадолго до его смерти. Это глина. Я ее обожгла. Потому она выглядит вот так, чуть потрескавшейся. Я сделала ее очень быстро, но для меня быстро, буквально за пару месяцев. Это дочь Люсьена Фрейда и правнучка Зигмунда, Джейн, известный американский скульптор. В ее творчестве можно найти отголоски теории прадеда и веру во Всевышнего ее отца. Я вдохновляюсь фрейдовскими идеями. Вот, например, этот предмет, как две части одного целого, единство и борьба противоположностей. В церкви для вас может быть важно одно или другое. Это зависит от вашей религии. А вот эта скульптура, она с перьями, символизирующими либидо. В роду у фрейдов уверены, все беды, что с ними происходят – расплата за труды известного родственника над созданием новой религии. Я не думаю, что он сознательно создавал оружие массового уничтожения. Но получается, что он способствовал его созданию, пускай невольно. Это Анна Бернайс, внучатая племянница Зигмунда Фрейда, внучка его любимой сестры Анны, в честь которой и назвали девочку. Анна Бернайс, писательница, живет в университетском городке Кембридж, штат Массачусетс. Анна вспоминает, после смерти ее прадеда большая семья рассорилась. Еще при жизни великого ученого, каждый из его потомков мечтал получить свою часть наследства. Но вышло совершенно не так, как все предполагали. Особенно не повезло семье самой Анны. Я точно знаю, что неприязненные отношения сложились у Фрейда с мужем моей бабушки Илаэм. Эта открытка – все, что досталось семье Анны Бернайс после смерти великого прадеда. Поздравление с днем рождения. Девочка родилась в тот же самый день, когда в мир иной отошла ее бабушка. Это открытка, которую он прислал мне. Здесь Зигмунд. Посмотрите, как он сурово смотрит. Поздравляю с началом новой жизни, рожденную в день, когда ее прабабушка была предана земле. Дядя Зигмунд. Написано прописными буквами. Самого завещания Анна не видела никогда. Так же, как и никаких писем Фрейда, не говоря уже о секретных. Вся переписка и огромная часть наследства достались одному единственному человеку. Для нас это ужасно. Наш отец завещал все только одной дочери. И это была проблема. Мы спрашиваем Анну, где находится тот самый секретный архив профессора, и получаем неожиданный ответ. Все письма ее прадеда хранятся в чужих руках. Удивительно, но наследие Фрейда, являющееся национальным достоянием Австрии, почему-то хранится в Соединенных Штатах Америки. И не где-либо, а в библиотеке Конгресса США. Я часто думаю об этой пачке писем. Что с нами будет, когда мы их опубликуем? Я не знаю, что в них, но думаю, что для семьи это будет сенсация. Если честно, то очень интересно узнать, что в них написано. Так что же за сенсацию оставил Зигмунд Фрейд, что ее так тщательно охраняют американские сенаторы? Смотрите далее. Почему те, кто ищет секретные письма Зигмунда Фрейда, умирают не своей смертью? Ужас охватывал их и толкал на самоубийство. Почему ученый завещал опубликовать свои письма в 2000-м, 2013-м и 2102-м годах? И кто мешает выполнить последнюю волю покойного? Рухнет система очень выгодного бизнеса. Почему ради сеанса у психотерапевта люди готовы расстаться с квартирой? Эксклюзивный репортаж из клиники для миллионеров. Если человек платит значимые деньги для себя, то их отрабатывает. И впервые на телевидении, те самые секретные письма Фрейда, мы добрались до хранителя архива. Вот еще одно письмо. Оно не должно быть опубликовано до 2102-го года. Все это. И еще много чего интересного сразу после рекламы. Доктор Фрейд против Господа Бога. Письмо с того света. Третья серия. Доктор Фрейд против Господа Бога. Письмо с того света. Третья серия. Мало кто обращает внимание на мой значительный, казалось бы, факт. Современные тюбики с зубной пастой можно ставить вертикально. Если кто верит, что это сделано для удобства, сильно заблуждается. Это наследие и один из секретов Зигмунда Фрейда. Крупнейшая британская корпорация, производящая трехцветную пасту, еще в 1972 году провела уникальный эксперимент. Они поместили свою продукцию в вертикальный флакон, который по теории Фрейда символизирует нечто весьма важное для женщин. Результат превзошел все ожидания. Продажи увеличились более чем на треть. Сегодня любой рекламщик знает, как, используя тот же трюк, продать то, что и покупать никто не собирался. В современном маркетинге реклама просто пропитаны идеями Фрейда. Ну, конечно, этим людям уже больше 100 лет. Андрей Амлинский – творческий директор крупного рекламного агентства. Это его работа – заставить вас поверить, что без новой машины, кроссовок и особого сорта туалетной бумаги вы просто не сможете прожить. Андрей объясняет. Если бы не Фрейд, непонятно, как бы вообще существовала рекламная индустрия. Ведь главный секрет хороших продаж – один. И он очень прост. Реклама должна быть пропитана основным инстинктом. Мало кто из женщин вообще догадывается о том, что именно их подталкивает к покупке абсолютно ненужных вещей. Допустим, еще одно полотенце. Таких и дома, новеньких, хоть пруд прудей, но... Вот сейчас 21 век, мы находимся в столице. И ты прекрасно понимаешь, что полотенчики, которые мы свернем в трубочку, да, тетки будут разгребать со всех полок. А если мы положим их стопочками, они будут стоять по лицам. Андрей раскрывает еще один секрет фирмы. Перебарщивать, конечно, тоже не рекомендуется. Публику легко спугнуть. Работать надо только с подсознанием. Когда-то у меня была довольно известная реклама, был такой щит. На нем был изображен пылесос. И было написано «Сосет за копейки». Одна из самых скандальных реклам в нашей стране. Это обсуждалось на кухнях, на улицах и даже в общественном собрании. Доктор Фрейд против Господа Бога. Зигмунд Фрейд как-то заметил. Плата за терапию должна существенно сказываться на кармане пациента. Иначе терапия идет худо. В доказательство этого он еженедельно принимал одного пациента совершенно бесплатно. А потом публиковал в солидном научном журнале статью о лечении этого пациента, в которой доказывал, бесплатный больной, ну, никак не прогрессирует. Никакой положительной динамики. Поэтому один сеанс у доктора Фрейда стоил 40 крон или 1 фунт 13 шиллингов. Огромные по тем временам деньги. Современные психоаналитики уверены, это одно из ключевых открытий Фрейда. Пациент должен заплатить не просто дорого, а очень дорого. Лучше отдать все, что есть. Если мы купим игрушку за 150 рублей, какую-нибудь машинку, как мы к ней будем относиться? Ну, подарим ребенку раз в неделю, когда он разобьет, купим новое. Если мы купим за 150 тысяч долларов автомобиль, то, соответственно, мы будем ее уберечь до тех пор, пока он нам будет служить. Артем Телаконин – владелец и руководитель психиатрической клиники для очень богатых людей. Она так и называется – клиника для миллионеров. Кто именно его пациент и доктор по понятным причинам скрывает. Здесь не только диагноз, но и инициалы больного – врачебная тайна. А вот цены – этим можно и похвастаться. Вы знаете, я так скажу, с консультацией я сейчас оцениваю первичную в 35 тысяч рублей. Первичную – это одного человека, а пара в 55. Но сама работа стоит индивидуально. Она может стоить и миллион рублей, и 10 миллионов рублей, и 20 миллионов долларов. Представьте себе, есть люди, готовые заплатить 33 миллиона рублей только за то, чтобы жена не закатывала сцены ревности. Чем больше человек, чем точнее вкладывать сумму в зависимости от значимости результата и от своих эмоций, да, то тем лучше терапия идет. Если этого не происходит, терапия будет неэффективна. Схема лечения – все тот же старый добрый Фрейд и его метод свободных ассоциаций. А сейчас внимание! Впервые на телевидении мы проведем сеанс скорой психологической помощи. Пациенты элитных клиник платят за это сотни тысяч, а мы покажем и расскажем совершенно бесплатно. И это будет не сразу после рекламы, а прямо сейчас! Доктор Фрейд против Господа Бога! Классика жанра. Сначала необходимо выяснить базовое текущее состояние человека. Как пациент относится к собственной жизни в целом. Больного просят представить море. С этого начинают сеансы психоанализа миллионы врачей во всем мире. Когда вы смотрите на море, что вы чувствуете? Это отношение к жизни, к жизни как таковой. Второй вопрос – это когда вы смотрите под ноги, и ваши чувства и ощущения – это то, как вы себя ощущаете, как вы чувствуете себя в семье. Если вы не поняли, как это работает, поясню, попросите кого-то из ваших родных закрыть глаза и представить море. А теперь спросите, что они в этот момент чувствуют и видят. Если шторм или просто большие волны, в их окружающей жизни не все в порядке. Если они видят штиль и красивый закат, психотерапевт здесь лишний. Третий вопрос – это вопрос о чайках. Говорит о вашем отношении к женщинам. Четвертый вопрос о табуне. Как догадываетесь, наверное, это отношение к мужчинам. Психоаналитик Олег Журавлев дает полезный совет для женщин. Если вы хотите понять, готов ли мужчина создать семью или просто хочет поразвлечься, задайте ему такой вопрос. Вы идете по лесу, вечер, вдали виднеется огонек, приближаетесь, видите, что это дом. Как вы поступите? Что вы будете делать? Вопрос, связанный с домом, говорит о том, готовы ли вы к замужеству или женили. Можете не сомневаться, пожалуй, впервые в истории вы сэкономили деньги, просто глядя в телевизор. В любой психоаналитической клинике вы заплатили бы за эту консультацию как минимум 15 тысяч рублей. Любой человек проходит психоанализ по Фрейду. Он выкладывает, ну, в среднем, американец выкладывает за три года психоанализа порядка 60 тысяч долларов. И эти 60 тысяч долларов ему возвращаются в полном объеме от страховой компании. А это, представьте, какой бизнес. Только на одном месте человек столько зарабатывается. Доктор Фрейд против Господа Бога. Биографы знаменитого психоаналитика считают, что семья самого Фрейда была яркой иллюстрацией его теорий. Мать Зигмунда, Амалия, вышла замуж не по любви. 44-летний Якоб Фрейд в одиночку воспитывал двоих сыновей. Интересно, что Амалию привел в дом его старший сын Филипп. Девушка была его невестой. Спустя несколько месяцев Амалия забеременела. Вот только не от своего жениха Филиппа, а от его отца, Якоба Фрейда. 6 мая 1865 года на свет появился Зигмунд. Вокруг маленького Зизи, так называла его мать, кипели мексиканские страсти. Амалия жила то с мужем, то с бывшим возлюбленным Филиппом и рожала детей. То от одного, то от другого. Отец Зигмунда, Якоб, тоже в долгу не оставался и изменял Амалии с няней Фрейда Моникой. У него такое отношение к матери было сексуальным оттенком, а в отце он наблюдал и созерцал противника. То есть он написал так, что любовь граничит с ненавистью. Свою личную жизнь Фрейд построил по примеру родителей. Женившись на Марте Бернайс, он изменял ей с ее же родной сестрой, близняшкой Минной. Марта догадывалась о любовных похождениях супруга, периодически даже закатывала скандалы. После одного из них Фрейд написал своему другу Эрнесту Джонсу письмо, в котором заявил, что ставит на своей половой жизни крест. Обещания, впрочем, не сдержал. Через год после этого послания у Марты и Зигмунда родилась дочь Анна. Доктор Фрейд против Господа Бога! История жизни и смерти Анны Фрейд так же загадочна, как и уникальная история ее отца. Говорили, что ее одну из шестерых своих детей Фрейд любил по-настоящему всю свою жизнь. Страшно ревновал, отваживал женихов. Не разрешил выйти замуж даже за своего ученика и будущего биографа Эрнеста Джонса. Злые языки шептались, что именно из-за этого Анна Фрейд, впоследствии одной из первых в Европе, открыто заявит о своих гомосексуальных склонностях. Зигмунда Анна Фрейд проходила анализ у своего отца. Причем то, что сейчас категорически запрещено делать в современных психоаналитических институтах, не должно быть никаких родственных, дружественных отношений между пациентом и аналитиком. Сам Зигмунда Фрейд в отношении своей дочери нарушал. Подвергая психоанализу свою 12-летнюю дочь, Фрейд на ней доказывал существование и дипового комплекса, и феномена влечения к родному отцу. Впоследствии именно Анна Фрейд станет основателем детского психоанализа. Особая рекомендация дает Анна Фрейд по поводу соски. Сосание соски, можно сказать, что это удовлетворение при помощи резинового предмета. И можно сказать, что соска – это первая резиновая женщина в жизни человека. Это она основала и курировала психоаналитический детский сад в Советском Союзе, куда ходил сын Сталина. Она лично знала Льва Троцкого и по одной из версий была причастна к его побегу из СССР. Это именно ей, Зигмунд Фрейд, завещал все свои бумаги после смерти. И это она передала их в библиотеку Конгресса США. Но почему? Возможно, потому, что Анна Фрейд не хуже отца понимала, какая часть его документов ни в коем случае не должна увидеть свет. Доктор Фрейд против Господа Бога. Письмо с того света. Третья серия. Доктор Фрейд против Господа Бога. Письмо с того света. Третья серия. Согласно завещанию Зигмунда Фрейда, его незначительное на момент смерти имущество было поделено между детьми. Пенская квартира отошла старшему сыну, лондонской младшей дочке, той самой Анне Фрейд. Ей же досталось самое ценное – полный архив Зигмунда Фрейда. Всем остальным наследникам – лишь поздравительные открытки и прочие мелочи. Это скатерть, которую связала моя бабушка Анна, сестра Зигмунда, когда я была еще совсем маленькой девочкой. Архив Фрейда хранит множество загадок. Самая большая интрига, ради которой профессор затеял эту историческую игру длиной в полтора века, находится в его переписке с учителем Йозефом Брейером, тем самым, который открыл психоанализ на четверть века раньше Фрейда. Согласно завещанию Фрейда, его письма к учителю можно опубликовать лишь в 2102 году. Что за тайна должна храниться 163 года? И почему Землю должно покинуть два поколения Фрейдов, прежде чем она будет раскрыта? Я слышал, что письма некие его не преддают согласке, где он пишет о том, что он пришел к осознанию Бога, поскольку это бы разрушило всю вот эту мощнейшую многоуровневую систему психоанализа, психоаналитиков, огромной индустрии, все, что на этом стоит. Еще один вопрос. Переписка Зигмунда Фрейда со своей любовницей Миной, родной сестрой жены, согласно завещанию, должна была быть обнародована еще в 2000 году. Но это так и не было сделано. Ну, очевидно, что если бы информация, содержащаяся в письмах, была выгодна их обладателям, и, собственно, тем, кто принимает решение за то, чтобы их открыть, то их бы давно уже открыли. Ну, понятно, что там есть что-то, чего бы некоторые люди не хотели знать. И, наконец, самое интересное. 2013 год. Именно в нынешнем году, согласно завещанию Фрейда, должна быть опубликована его переписка со старшим сыном Мартиром. Эксперты предполагают, что именно эта переписка может пролить свет на одну из самых больших загадок современной истории. Могу сообщить, что наша цель уже в нескольких шагах от нас. Когда этот круг замкнется, все европейские государства будут замкнуты нами, как крепкими тисками. По поводу этого документа не утихают страсти вот уже более ста лет. Легендарные протоколы сионских мудрецов. Этот текст не имеет автора. 24 протокола. 24 пошаговых описания того, как некий круг неизвестных, называющих себя просто словом «мы», достигает мирового господства. Слова «свобода», «равенство», «братство» – когда мы воцаримся, мы заменим словами «право свободы», «долг равенства», «идеал братства», скажем мы. И поймаем козла за рога. Обманув их идеалами свободы, мы уже стерли всякое правление, кроме нашего. В 1921 году американский магнат Генри Форд оплатил 500-тысячный тираж протоколов и заявил, что крайне обеспокоен существованием этого документа. Протоколы вписываются в то, что сейчас происходит, заявил Форд. Им 16 лет, и вплоть до настоящего времени они соответствовали мировой ситуации. Создав всеми доступными нам путями, с помощью золота, которое все в наших руках, общий экономический кризис, мы бросим на улицу целые толпы рабочих одновременно во всех странах Европы. Наверное, об этом не стоило бы говорить, об этих протоколах, потому что многие считают их фальшивкой, если бы не мое глубокое убеждение, что это подлинный документ. Мы заменили правителя карикатурой правительства, президентом, взятым из толпы. Мы будем подстраивать выборы таких президентов, у которых в прошлом есть какое-нибудь нераскрытое темное дело. Тогда они будут верными исполнителями, и мы предоставим президенту право объявления военного положения. Напомним, что этот текст датирован приблизительно 1897-1899, по поводу этого документа в начале века разгорелись нешуточные страсти. Одни яростно требовали самого тщательного расследования и разоблачения заговорщиков. Другие доказывали, что протоколы – это глупая шутка и неудачный плагиат малоизвестного памфлета середины 19 века. Третьи уверяли, что это провокация русских, ведь скандальный текст впервые был издан именно в России. А четвертые утверждали, что подлинник документа был похищен русскими разведчиками с первого всемирного сионистского конгресса в Швейцарии в 1897 году. Любопытно, что этот конгресс состоялся при финансовой помощи малоизвестного, но очень влиятельного общества под названием Кадима, членом которого позже станет Мартин Фрейд, старший сын легендарного профессора. Обратите внимание на подстроенные нами успехи дарвинизма, марксизма, нитшетизма. Для создания сверхправительства нам необходимо подорвать веру, вырвать сам принцип божества и заменить все арифметическими расчетами. Протокол сынских мудрецов, этот документ, он ставит во главу угла идею некого глобального владычица над миром. Совпадение или нет, но именно с появлением на мировой авансцене скандальных протоколов сынских мудрецов карьера Зигмунда Фрейда начинает стремительно идти в гору. Его представляют самому императору, присваивают звание профессора, выделяют деньги на научные исследования и первые публикации и предлагают возглавить Венское отделение очень влиятельной международной организации. Доктор Фрейд против Господа Бога! Это Пол Руазен, выдающийся историк психоанализа, автор многочисленных статей и книг. Более 40 лет своей жизни он посвятил тщательному исследованию наследия Зигмунда Фрейда. В 1986 году Руазен написал скандальное письмо в газету The New York Review of Books. Он заявил, что существует организация под названием «Архивы Зигмунда Фрейда». В нее входят совершенно сторонние профессору-люди, не родственники и не ученики. И эта организация, по мнению Руазена, утаивает важнейшую часть архива Фрейда не только от общественности, но и от прямых наследников. Вопреки завещанию покойного профессора. Нам говорят, что все архивы скоро будут открыты для всех ученых на основе равного доступа. Но хранитель архива мистер Блюм даже и не собирается этого делать. Не дождавшись в 2000 году публикации писем Фрейда Кмини, Пол Руазен объявил хранителям архива Фрейда настоящую войну, забросав их жалобами и исковыми заявлениями. Но война длилась недолго. В 2005 году историк умер от кишечной инфекции. Больше недовольных не было, и шумиха постепенно сошла на нет. Что же это за организация, которая, по версии покойного Руазена, присвоила себе семейный архив Фрейдов? Это пример письма Фрейда, его известной работы о снах и мифах. Интервью с этим человеком снять было почти невозможно. Последний раз он общался с прессой в 1993 году. Шансов уговорить его, казалось бы, не было. Но для нашего документального проекта он внезапно сделал исключение из своих строгих правил. Этот благообразный старик, тот самый Гарольд Блюм, главный хранитель архива Зигмунда Фрейда, которого покойный Пол Руазен обвинил в утаивании от общества важнейшей информации. Высказывались разные мнения относительно открытия писем для публики и ученых со всего мира. Боялись, что на Фрейда станут нападать. Мистер Блюм объясняет, их организация была создана спустя 11 лет после смерти Зигмунда Фрейда. Целью было собрать весь архив ученого в одном месте. Коллекция составила 80 тысяч различных предметов, по большей части письма и заметки, которая передала хранителям преемница ученого Анна Фрейд. Самая большая рассекреченная партия касалась писем Фрейда его невесте, Марти Бернейс. Господин Блюм всю свою жизнь живет в центре Вашингтона в достаточно скромной квартире. Интересно, что часть тех самых засекреченных писем Фрейда хранится у него прямо здесь, в домашнем сейфе. Правда, только ксерокопии. Подлинники лежат в специальном хранилище за семью печатями. Мы тщательно контролируем раскрытие архива Фрейда. Сейчас открыта только небольшая часть, остальное засекречено. Письма Фрейда – одна из самых интересных переписок в истории. Фрейд написал около 25 тысяч писем за свою жизнь. Хранитель архива объясняет, «Огромная часть наследия Фрейда действительно до сих пор не опубликована, но по самым разным, отнюдь не только конспирологическим причинам». Тот факт, что письма были засекречены, привел к созданию легенды, что они содержат скандальные сенсационные факты, части истории, которая будет пересмотрена, и что эти письма представят Фрейда в неожиданном свете. В делах у хранителя архива полный порядок. На некоторых письмах стоят те самые отметки, вскрыть в определенном году. Вот, например, одно из писем из той самой переписки Зигмунда Фрейда со своим учителем Йозефом Брейером. Вот еще одно письмо. Оно не должно быть опубликовано до 2102 года. На вопросы, от чего и почему, Гарольд не отвечает. Говорит, его работа хранить архив, а не анализировать его. В домашнем сейфе мистера Блюма лишь несколько писем. Подавляющее большинство хранится в библиотеке Конгресса США, куда даже родственники Зигмунда Фрейда действительно не имеют доступа. Письма рассекречиваются постепенно, но для большей части мы продолжаем удерживать ограничения. На вопрос о том, почему наследие австрийского народа хранится в американском Конгрессе, мистер Блюм отвечает уклончиво, так, мол, вышло, и добавляет ошламляющую нас новость. Все наследие Зигмунда Фрейда уже довольно давно официально принадлежит не его родственникам, а Соединенным Штатам Америки. Архив Фрейда нам передали в виде пожертвования. С библиотекой Конгресса заключен вечный контракт. Сначала документы находились на хранении, а позже были принесены в дар и перешли в собственность библиотеки Конгресса. То есть теперь не наследники Фрейда, а сенаторы США решают, какую часть архива публиковать, а какую оставить нетронутой. И исполнять или нет волю покойного. И рукописи доктора Фрейда хранятся почему-то не в Вене, где он прожил всю жизнь, не в Лондоне, где он жил несколько лет, а в Вашингтоне, где он всего лишь гостил несколько дней. Удивительная история. Примерно как если бы все рукописи Федора Достоевского хранились не в фондах Российской государственной библиотеки, а, скажем, в Национальном музее Каира? Зачем библиотеке Конгресса США понадобились подлинники рукописей австрийского психиатра? Кто на самом деле стоял за спиной самого скандального ученого 20 века? Организация создавалась по тому же принципу, как создавались масонские ложи. Что за работу согласился сделать Зигмунд Фрейд для тайного ордена Бнайбрид? Это удар по европейскому рационалию. Чем сегодня это нам грозит? Долой стыд, а потом этот нудизм, бегать голыми, так сказать, по улице. И как работает универсальная технология управления массовым сознанием в 21 веке? Учение Фрейда всегда использовалось как мощное идеологическое оружие, потому что оно позволяло разрушить любую систему упорядоченной государственной власти. «Доктор Фрейд против Господа Бога. Письмо с того света. Третья серия». «Доктор Фрейд против Господа Бога. Письмо с того света. Третья серия». Это герб одной из самых влиятельных в мире международных правозащитных организаций. Бнайбрид. Она была основана в США в 1843 году на деньги банкира Ротшильда и изначально называлась по-немецки «Бундесбрудер», что означает «Братья Союза». Позже была переименована в «Мнайбрид» – «Братья Завета». Официально миссией общества является борьба за права человека и восстановление исторической справедливости. Сегодня отделение организации находится более чем в 40 странах мира. Лондонская «Гардиан» оценивает капитализацию «Мнайбрид» в 130 миллиардов долларов. Великим президентом организации, так официально звучит эта должность, сегодня является Аллан Джей Джейкобс. Он вводит дружбу с первыми лицами планеты – канцлером Германии Ангелой Меркель, папой римским Бенедиктом XVI, президентом Израиля Шимоном Перрисом. Винское отделение именно этого общества предложили возглавить Зигмунду Фрейду в 1897 году. Фрейда очень часто использовали, не знаю в какой мере сего согласия, но использовали его активно и представители, мы назовем это, тайных обществ, и «Мнайбрид», и «Разенкрейцеры». Любимица Фрейда, младшая дочь Анна, позже войдет в состав женского отделения «Мнайбрид», а никому неизвестный ученый начнет консультировать королей и президентов. Сильные мира сего могли прийти к Фрейду с консультацией на тему, как сделать, чтобы у них не произошла такая революция, как произошла в России и Мексике, например. Историки предполагают, именно через это общество Зигмунд Фрейд и сделал свою блистательную карьеру. Только влияние «Мнайбрид» могло хватить для того, чтобы в считанные годы сделать из никому неизвестного ученого светило мирового масштаба. Представить его императору, добиться мгновенного присвоения звания профессора, выделить кафедру и средства для фундаментальных научных исследований. Именно благодаря им Фрейд годами мог писать книги, лечить человека-волка, бесплатно жить в роскошном особняке и ни в чем не нуждаться. Но зачем великий президент Леон Леви решил вкладывать в никому неизвестного ученого безумные на тот момент деньги? Зачем обществу «Мнайбрид», состоявшему на тот момент в основном из верующих людей, понадобился кокаинист и безбожник Фрейд? У него появились богатые спонсоры, но они тоже не с неба свалились, эти спонсоры. В большинстве случаев они были из той же среды, так сказать так, на которую влиял «Мнайбрид». Ответы на эти вопросы хранятся в Вашингтоне, в том самом секретном архиве Фрейда, который неизвестно, когда теперь увидит свет. Доктор Фрейд против Господа Бога! Зигмунду Фрейду действительно удалось создать универсальную технологию для управления массовым сознанием. «Мнайбрид» стремилась присутствовать при дворах сильных мира сего и влиять на исторический процесс. А у Фрейда были ключи от этого процесса. У новой религии по Фрейду был только один конкурент – христианская церковь. Крушение догматов и понижение влияния религии и было главной целью и задачей, которую поставили Зигмунду Фрейду. Как влиять на других людей, как влиять на их решения, как влиять на их политические движения и мотивы? Сегодня уже нельзя сказать наверняка, имел ли доктор Фрейд отношение к составлению протоколов сионских мудрецов. Появление этого текста в 1897 году. Отделение «Мнайбрид», которое тогда же возглавил Фрейд. Дочь Анна, передавшая все наследство отца в Вашингтон, где находится головное отделение все той же организации. Возможно, все это – просто цепь удивительных совпадений. Очевидно одно – даже если проект революции в сознании и не был оформлен на бумаге за истекшие сто лет, он был блистательно реализован де-факто. Понятия такие, как совесть и стыд, были отнесены к предрассудкам, куда в кучу были свалены, конечно, религиозные представления. Доктор Фрейд против Господа Бога. Последним месяцем жизни Фрейда стал сентябрь 1939 года. На его щеке зияла огромная рана, от нее шел неприятный запах. Даже любимая собака Фрейда не хотела к нему подходить. Ученого это страшно расстраивало. Он был истощен, мучился от боли и все свое время проводил на той самой кушетке в кабинете, где когда-то принимал пациентов. Приближалась Вторая мировая война. За день до смерти Фрейда лечащий врач Макс Шур спросил его, что он думает по поводу войны. Профессор с трудом ответил, для меня это последняя битва. Шур не был уверен, что профессор говорит о войне с Гитлером. 21 сентября Фрейд сказал врачу, вы обещали помочь. Пора. Наверное, когда Фрейд писал о торжестве материализма и убеждал учеников в том, что человек имеет полное право на свободный выбор смерти, он и не думал, что ему первому придется воспользоваться этим правом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...